Узбекистан Все мы носим хлопок, но мало кто видел хлопковые поля. У нас хлопок называют белым золотом, я бы назвал это белым проклятием для Узбекистана. Еще несколько лет назад за подобную съемку меня вполне могли арестовать и даже отправить в тюрьму. Он выступал в 2017 году в Генассамблее ООН, и он сказал, что мы решили побороть детский труд. В ту же ночь всех студентов с полей привезли обратно. По всему бывшему Советскому Союзу готовят плов. Но здесь он меняется от города к городу, а кладут в него то сухофрукты, то перепелиные яйца. Почти все хоть раз бывали на море, но разве оно похоже на Аральское? В последний раз в Аральском море я вошел в 1984 году. Но еще полвека назад вся эта пустыня была покрыта водой. Можно было рукой черпать и пить, купаться там. Сегодня мы отправимся в Узбекистан, страну ОС постсоветского пространства. Друзья, мы в Узбекистане. Когда-то из этого региона правил половины мира Тамерлан, он же Амир Тимур. В независимом Узбекистане памятник Тамерлану стоит на том месте, где раньше стоял Карл Маркс. Вот он за моей спиной. Памятники менялись на этом месте не один раз. Кроме Маркса здесь успели постоять монументы Туркестанскому генерал-губернатору Константину Кафману Иосифу Сталину. Ну а в 1993 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов торжественно открыл памятник Тамерлану. Как сказал сам Каримов, в тот день узбекский народ на протяжении долгих лет находился в колониальных тисках. Был лишен возможности почитать своего великого соотечественника. Ну это началось сейчас с 90-х годов, когда Узбекистан получил независимость. И была попытка найти какую-то точку отсчета для того, чтобы как для нового государства создавать свою идентичность какую-то. И было принято решение, Ислам Каримов выбрал Амира Тимура. Так как он родился на территории нынешнего Узбекистана, правил на территории нынешнего Узбекистана, было принято решение, что именно Амир Тимур будет таким единящим нацию элементом, от которой должна идти точка отсчета такой государственности. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждый из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. Сегодня я расскажу вам, как Узбекистан живет без колониальных тисков последние 30 лет, и что здесь изменилось за это время. Российским туристам не нужны визы в Узбекистан. Он входит в список 72 стран, с которыми поддерживается безвизовый режим. А вот для жителей Узбекистана таких стран только 24. Возможно, это одна из причин, по которым узбеки не так много путешествуют. А еще на желание куда-нибудь поехать влияет стоимость авиаперелета. Но теперь в Узбекистане работает сервис дешевых авиабилетов Aviasales, который поможет найти выгодные предложения авиакомпании. Ссылочка на сервис в описании к этому ролику. С момента развала СССР Узбекистан пережил бурный рост населения. Оно увеличилось в полтора раза. Сильнее на постсоветском пространстве вырос только Таджикистан. Еще Узбекистан оказался среди лидеров бывших советских республик по сельскому хозяйству, ВВП и росту экономики. А вот по уровню демократии он уступает даже Лукашенковской Беларуси, обходя по этому показателю лишь Таджикистан и Туркменистан. Но надо сказать, что демократических традиций в Узбекистане никогда не было, да и быть не могло. Как говорится, так исторически сложилось. А чтобы хорошо сложилась судьба этого видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Узбекистан находится в самом центре Средней Азии. Через эти земли проходил Великий Шелковый Путь. А плодородные земли Междуречия Амударьи и Сырдарьи всегда притягивали к себе внимание различных правителей. В 13 веке все эти земли завоевал Чингисхан. А объединителем среднеазиатских территорий стал тот самый Амир Тимур, он же Тамерлан. Он основал свою империю со столицы в Самарканде. Вскоре после смерти Тамерлана его империя распалась на три государства. Бухарский Эмират, Хивинское и Коканское ханство. В 19 веке Средняя Азия попала в зону интересов России. После серии военных походов Коканское ханство стало туркменским краем Российской империи. Столицей этого края был город Ташкент. А Бухарский Эмират и Хивинское ханство превратились в российских вассалов. После Октябрьской революции в России началась Гражданская война. На территории Средней Азии Красным противостояли отряды босмачей, местных жителей, не принявших власть большевиков. Некоторые из этих отрядов сражались вплоть до середины 20-х годов. Но организованное сопротивление прекратилось в 1920-м. Тогда Красная Армия под командованием Михаила Фрунзе штурмом взяла Бухару. В декабре 1922 года был основан Советский Союз. Двумя годами позднее Бухарскую и Харизмскую республики включили в его состав. На территории Средней Азии были созданы две новые советские социалистические республики. Туркмения и Узбекистан. А в 1929-м из состава Узбекистана выделили Таджикистан. В таком виде Среднеазиатские республики просуществовали до самого распада союза. Как и многие республики бывшего СССР, Узбекистан не избежал национальных конфликтов в конце 80-х. Причем ударили они по самой населенной области страны, Ферганской долине. Друзья, мы на перевале Камчик, который отделяет Ферганскую долину от остальной территории Узбекистана. В Ферганской долине живет около трети всего населения Узбекистана, но из столицы страны Ташкента попасть сюда можно только через один перевал. Вот этот перевал Камчик. В советское время трасса в долину проходила по территории Таджикистана. Перевал Камчик тоже, конечно, работал, но дорога здесь была проезжей лишь летом. К тому же на ней был слишком сильный уклон, из-за чего у автомобиля перегревались двигатели. После развала Советского Союза властям Узбекистана пришлось решать вопрос об устройстве новой трассы, чтобы из одной части страны в другую не приходилось ехать по территории другого государства. И здесь построили новую хорошую широкую дорогу. А затем еще и железную дорогу с туннелем. Его длина, кстати, 19 километров, и это самый длинный туннель в Центральной Азии. Но отношения с соседним независимым Таджикистаном складывались не очень. Одной из главных конфликтных точек стала энергетика. Ташкент и Душанбе не могли договориться о ценах на топливо. Узбекистан несколько раз перекрывал поставки газа в Таджикистан. Кроме того, узбекские пограничники мешали движению таджикских поездов, а другого выхода во внешний мир по железной дороге у Таджикистана не было. Такую нервную реакцию у Узбекистана вызывали планы по строительству рагунской ГЭС. В Ташкенте боялись, что из-за этого могла обмелеть Амударья. Это бы вызвало проблемы с выращиванием хлопка. Также у двух стран был территориальный конфликт. Они не могли решить, на чьей территории находится Фархадская ГЭС. Ситуация изменилась только в 2018 году после смерти Каримова и прихода к власти Мирзиёева. Узбекистан благословил строительство рагунской ГЭС. Ну а по Фархадской ГЭС договорились так. Сама станция принадлежит Узбекистану, а земля под ней Таджикистану. После этого все стало налаживаться. Вернулось регулярное авиасообщение между столицами. Заработала железная дорога. Открылись пункты пропуска на границе. Покупатель турок нагрубил на рынке узбекской женщине, которая продавала клубнику. Их депортировал Сталин в 1944 году. Покупатель турок нагрубил на рынке узбекской женщине, которая продавала клубнику. Вслед за этим начались погромы и драки. 103 человека погибли. В Ферганскую долину пришлось вводить войска и объявлять комендантский час. А советское правительство организовало полную эвакуацию турков-месхитинцев из Узбекистана. После волнения в Фергане возглавлявший узбекскую ССР Рафик Нишанов был снят с должности. Место первого секретаря Компартии занял Ислам Каримов. Я живу здесь и вот смотрю на это трезвыми глазами, я прекрасно вижу, как здесь ничего не поменялось. И, на мой взгляд, так было тысячи лет назад. Люди в Фергане. Ну, честно, это никакая не новость для меня. Не любят людей в Андижане. Люди в Андижане не любят людей в Намангане, в Фергане, в Ташкенте. Здесь каждый город очень обособленный. На мой взгляд, Узбекистан одна из самых в мире многонациональных точек. В декабре 90-го года в Намангане происходит страшная трагедия. Вообще, надо понимать, 90-й год — это огромное количество межэтнических конфликтов, в том числе в соседней Киргизии. Здесь до Киргизского Узгена всего 150 километров, 3 часа езды, и там происходит столкновение между узбеками и киргизами. Советское правительство вводит туда войска, там наши военнослужащие помогают этот конфликт как-то погасить. И вот наши военнослужащие, которые работали в Киргизском Узгене, пытались погасить межэтнические столкновения, которые были в Киргизии, они приезжают в Узбекистан, в Наманган. У них увольнительно. Как пишут, они выпили бутылку водки, где-то здесь нашли одну на шестерых, то есть это было не так много, и они решили поехать в кино. В автобусе у них происходит конфликт с местными. Здесь есть несколько версий. Кто-то говорит, что якобы они приставали к какой-то девушке. Это выглядит немножко странно, потому что военнослужащие не первый день работали в Средней Азии, они прекрасно понимали настроение местных. И по воспоминаниям тех, кто это делал, потом здесь расследовал, кто им занимался, конечно, никакого конфликта из-за девушки не было и просто быть не могло. Конфликт произошел буквально на ровном месте. Говорят, да, что наши военнослужащие сели в автобусе, к ним подошли узбеки, спросили, почему вы сели, слово за слово. В общем, разгорелся конфликт. И здесь нужно понимать поведение узбека в этом конфликте. Водитель автобуса меняет курс и приезжает, пригоняет автобус на площадь перед ЦУМом. Вот она, вот за моей спиной сейчас ЦУМ. Здесь очень много людей, здесь многолюдно, здесь базар. Водитель останавливает автобус и уходит. Разъярённая толпа собирается вокруг автобуса, узбеки кричат, что солдаты насилуют наших, начинается конфликт, понятно, что всё это взрывается. Двоих военнослужащих убивают в автобусе, остальным удается выбраться, ещё двоих забивают и сбивают уже около автобуса, после чего узбеки открывают бензобак, обливают тела бензином и поджигают. Поджигают автобус, поджигают тех, кто остался на улице. Опять же, по сообщениям очевидцев, те, кто был избит на улице, они были ещё живы. И когда их подожгли, они просили помощи, никто им помочь не смог. В площади, где происходит конфликт, начинают стягиваться советские военнослужащие. Стягиваются они без оружия, у них только каски, щиты. Начинаются столкновения, в них летят камни, арматура. Нужно понимать, несколько десятков солдат, которые пришли на помощь своим, против многотысячной разъярённой толпы, конечно, сделать ничего не могут. Стреляют в воздух, это не помогает. В процессе этих столкновений ещё одного военнослужащего сильно избивают, позже он умрёт в больнице. Итого пять человек, пять советских солдат, они погибают здесь, на этой площади. Беспорядки в городе продолжаются ещё несколько дней. Про эту трагедию не пишут СМИ. Единственное СМИ, это комсомольская правда, выпускает статью «Чёрные яблоки на мангана». Больше никто не пишет, военные стараются замять дело, не придают ему особого внимания, потому что для военных это такой позор, то что пять советских солдат, пять русских солдат, наших военнослужащих, они погибают здесь от разъярённой толпы, они к этой истории стараются не привлекать внимания, выходит только одна статья. Сегодня здесь практически никто об этом не говорит, не знает, здесь нет ни памятных знаков, ничего, и вообще найти информацию об этой трагедии очень и очень сложно. Вот такие были настроения в последние годы жизни Советского Союза. Но, несмотря на все эти события, к выходу из Союза Узбекистан не стремился. На знаменитом референдуме в марте 1991 года почти 94% жителей республики проголосовали за сохранение СССР. В августе 1991 года в Москве произошёл путь. Группа партийных и силовых руководителей попытались захватить власть, эта группа называла себя ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. Путь потерпел поражение, после этого распад страны стал неизбежен, а Узбекистан объявил о своей независимости. 29 декабря 1991 года уже 98% граждан Узбекистана проголосовали на референдуме теперь уже за независимость страны. В тот же день Ислам Каримов был избран президентом республики. Ислам Каримов правил Узбекистаном 26 лет вплоть до своей смерти в 2016 году. Его называли одним из самых авторитарных правителей в мире, а построенный им режим — диктаторским. Чтобы подвести юридическую базу под пожизненное правление, Каримов проводил референдумы и обнулял свои президентские сроки. На всех выборах он неизменно набирал по 90% голосов. Узбекский лидер подавлял оппозицию, выдавливая политических соперников из страны или отправляя их в тюрьмы. Существовала жёсткая цензура. С развитием интернета она пришла и туда. Власти блокировали новостные сайты и социальные сети. Подобные меры официально объяснялись необходимостью бороться с исламизмом и террористической угрозой. К Каримову сейчас хорошо относятся? Ну, часть людей хорошо, часть есть недовольные. Ну, в целом, его правление как оценивают люди? Скорее положительные, скорее отрицательные? Ну, наверное, я бы оценивал 70 на 30. А какие основные претензии к нему? Основные претензии связаны со свободой слова. Я так думаю. Первое. Надо признать, у нас коррупция очень развита была. До сих пор тоже мы как-то конкретно не могли устранить, но у нас какие-то кланы сформировались. Коррупция у нас очень сильно возросла. За годы правления президента Каримова в Узбекистане сложился необычный культ. С одной стороны, это был культ личности самого Каримова, что довольно привычно для среднеазиатских республик. Труды президента изучали в школах и институтах, ссылки на высказывания Каримова были обязательны для любой научной работы. Художники создавали его портреты в стиле соцреализма. Ну, Каримов руководит уборкой хлопка, Каримов раздает поручения чиновникам и так далее. В общем, получался такой сплав сталинизма с традиционной восточной диктатуры. А с другой стороны, Каримов продвигал культ независимости. Всю свою публичную риторику он строил на критике советского периода, хотя сам делал карьеру как раз в СССР. Он входил в полютбюро ЦК КПСС и возглавлял узбекскую компартию. Однако просто ругать прошлое было недостаточно. Каримову требовалось создать некий идеологический стержень для независимого Узбекистана. Доказать, что Узбеки — великая нация, уходящая корнями глубоко в историю, превосходящая в этом казахов, таджиков и других соседей. Таким стержнем стал Тамерлан — средневековый военачальник. Памятники Амиру Тимуру начали устанавливать на месте памятников героям советской эпохи. В его честь переименовали площади и проспекты. Тамерлан действительно родился на территории Узбекистана, а Самарканд был первой столицей его империи. Правда, к современному Узбекистану и узбекам это имеет опосредованное отношение. Также великому прошлому полагалась и специфическая архитектура, поэтому появился так называемый Каримовский ампир. Как и сталинский ампир, этот стиль должен был подчеркнуть имперские амбиции Узбекистана. Первому президенту Узбекистана было важно войти в историю еще и как человеку, который оставил после себя новый архитектурный стиль. Каримовский ампир — это в основном помпезные дворцы с налетом азиатского колорита. Ради них под нож пошли многие здания, построенные в советское время. К Каримовскому ампиру относится здание его дворца. Он называется Аксарой — Белый дворец. Также называлась резиденция Тамерлана в его родном городе. После смерти Каримова новый президент Мирзиев отказался переезжать в Аксарой и организовал здесь музей. Ну, зданий много, они помпезные, большие и, как правило, общественные. Это же дома такие не строят, а строят залы заседаний и так далее. Но это тоже своеобразная эпоха в истории Ташкента. Я не думаю, что они плохо уж вольно выглядят. Они просто очень однообразны. И это связано, на мой взгляд, со сменой поколений архитекторов. Дело в том, что, ну, как и во всем нашем бывшем большом государстве, после развала его старые люди, старые специалисты уходят, а на смену им приходят новые. А между ними связи почти нет. В связи с тем, что вот такие события произошли, то передачи традиций не произошло. Взяли за образец, значит, страны Арабские Эмираты, Турцию в последнее время для Ташкента, так сказать. И вот здания многие построены по канонам, так сказать, этого, этого рода архитектурных стилей. Я бы не сказал, что они очень уж украшают Ташкент, но, с другой стороны, они тоже вносят какую-то свою лепту. Много чего снесли. У нас середина и конец коринфской эпохи – это монументализм из белого мрамора. Это монументализм для бедных. То есть, когда денег не хватило на настоящую монументальность, поэтому сделали с колоннами, ну, стрёмно. Они все нефункциональные, огромные, вокруг них маленькие деревья, потому что их и ёлки почему-то. Очень типичные для нашего региона такое. А как люди к этому относятся? Ну, в основном, плохо. Есть люди, кому тяжело соображать, они вот как-то получше. В основном, либо нейтрально, либо плохо. У всех вопрос, почему ёлки? У нас солнечная страна, нам неплохо бы по таким бульварам, под веточками. Причём, люди-то помнят такие бульвары. Скажите, пожалуйста, откуда вы идёте? Где вы были? Вы туристы? Откуда? Вы приехали в музей? А, вы из Ферганы приехали к нам в Ташкент посмотреть на музей, и как вам у нас? Они сказали, что им понравился музей, спасибо президенту Каримову за всё, что он сделал. За то, что умер и появился музей. Нет-нет, люди любят его. Они говорят, пусть его место будет в раю за всё, что он сделал. Да, расскажи, как люди относятся к нему? Рабочие люди, очень многие, относятся хорошо. И потом, сейчас есть же такой этот, у него один из основных слоганов был «Мирное небо над головой». Да, где-то я уже это слышал. Да, и наши столичные, ну, Мусафо Осман по-узбекски, да, и наши столичные остряки всё время шутят и смеются на эту тему, что, мол, вот, живём в нищете, но зато небо спокойное. На самом деле, с активацией Талибана уже менее смешно это всё звучит, и уже и шутят меньше на эту тему, точнее, уже и не шутят, честно говоря, потому что оно действительно важный фактор, и многие благодарны действительно, что не было ни гражданской войны, не было ни войны там, ни соседями, ни с кем. Это простые люди, они будут при любом режиме, хоть, не знаю, хоть каком, жить примерно одинаково. Это люди, которые делают шёлк, вот эти женщины. Их на автобусе привезли как туристов, они посетили музей, посмотрели, вот они молятся за его покой в раю. Друзья, как вы знаете, для съёмок фильмов про жизнь после развала СССР я езжу по бывшим советским республикам. Например, этот фильм был снят в Узбекистане, а в середине прошлого века сюда же с концертами приезжал известный певец Александр Вертинский. Он, прямо как я сейчас, ездил по территории Советского Союза и забирался в самые дальние уголки. Вертинский давал выступления в больших и маленьких городах, сёлах, шахтах и больницах. На его концерты приходили и простые люди, и представители советской власти. Но при жизни о нём не писали центральные СМИ, его песни не звучали на радио, а пластинки изымали из продажи. При этом в остальном русскоязычном мире Вертинского знали и слушали. До возвращения на родину в 1943 году он провёл в эмиграции 25 лет. Вертинский давал концерты в Париже, Константинополе, ездил с гастролями по Румынии, Польше, Германии, Ливану, Палестине и США. А последние годы эмиграции он жил и выступал в Шанхае. Если вы заинтересовались судьбой легендарного певца, переходите в онлайн-кинотеатр «Кион», сейчас там выходит сериал «Вертинский». Вы увидите историю его работы на санитарном поезде во время Первой мировой войны, где он перевязывал раненых. Первые выступления на сцене в образе грустного клоуна Пьеро. Концерты в парижских балаганах. Жизнь на Беверли-Хиллз и гастроли по советским республикам Средней Азии. Новые серии выходят каждую неделю, а в перерывах можно посмотреть другие эксклюзивы «Киона». Например, документальный фильм «Дуров». По моему промокоду варламовкион у вас будет два месяца бесплатного доступа ко всем фильмам и сериалам онлайн-кинотеатра. Ссылочку на «Кион» ищите в описании. Удивительно, но наравне с Тамерланом в Узбекистане теперь почитают еще одного соотечественника. Алишера Усманова. Вероятно, самый богатый узбек в мире имеет российское гражданство и живет в Великобритании. Но узбеков это нисколько не смущает. Ведь родом Усманов из города Чуст в Ферганской долине. Отец Усманова был прокурором и работал с моим отцом. Знаете, Чуст такой район, отсюда очень много знаменитых людей вышло. Среди них и Усманов. Я слышал о его благодеяниях. Мы обязательно поставим ему памятник или бюст. Да, Усманов родился здесь. Я слышал, что в соседнем районе он раздавал деньги. Еще ходили слухи, но я точно не знаю, что в нашем Чустском районе некоторым семьям он раздал по одному миллиону сумм. Знаю даже человека, у которого брат получил. Он сам об этом рассказывал. Это прям вот все, он прям свой. О, Усманов, это же наш, это же узбек. Вот прямо, кого не спроси, все прям сразу в улыбке растекаются. Прям тепло вокруг аж становится, когда говоришь об этом. Прям воспринимают как какого-то своего очень крутого чувака. Еще в начале 90-х была создана нелегальная исламская партия Возрождения. В некоторых регионах появились объединения под названием Адалат. В переводе на русский это означает справедливость. Бойцы этой организации патрулировали города и следили за соблюдением законов шариата. А в 1991 году активисты Адалат захватили здание компартии в Намангане. Они потребовали создания в Узбекистане исламского государства. С большим трудом эти выступления удалось подавить. В 90-х Ферганская долина и город Наманган вполне могли стать узбекистанской Чечней. В Узбекистане неоднократно проходили теракты. В 1999 году в Ташкенте боевики осуществили 6 взрывов за один день. На главной площади Ташкента завязалась перестрелка между сотрудниками охраны президента и террористами. В тот день погибли 16 человек. В 2004-м произошло несколько терактов в Бухарской области и Ташкенте. Самый крупный на рынке Чорсу, где подорвалась смертница с поясом шахида. В рамках борьбы с исламизмом в Намангане были закрыты десятки мечетей. Например, вот эта мечеть Отто Валихон, которая была главным гнездом ваххабизма в Узбекистане. При президенте Каримове Узбекистан уверенно и временами жестко боролся с исламизацией. Но были опасения, что после прихода к власти Шавката Мерзиёева ситуация может выйти из-под контроля. Религиозная тема у нас всегда была очень сложной. Мы вообще страна крайностей. При Каримове у нас была такая система, когда полностью жестко контролировалась вся религиозная сфера. Сажались люди, верующие и экстремисты, и простые верующие попадали. Была очень жесткая регулировка, что на мой взгляд тоже неправильно. Потому что чем больше вы жестите с этой темой, тем больше она уходит в подполье. А там она перестает быть контролируемой. При Мерзиёеве опять-таки здесь было дело имиджа. То есть это одна из главных тем, за которую критиковали Каримова. Соответственно, надо сделать такой реверанс в сторону международного сообщества. И мы, кстати, вышли из черных списков Госдепа по религиозным гонениям и так далее. Но, опять-таки, мы страна крайности. То есть мы середку редко можем выдержать, и мы ушли совсем в другую сторону. Но, например, в последние несколько месяцев заметен опять небольшой откат. Там и были массовые аресты экстремистов в регионах. Недавно арестовали имама в какой-то, в мечети в какой-то области, в Ташкентской области, за незаконную религиозную школу, которую он содержал. То есть отозвали студентов, которые учатся в религиозных учебных заведениях Турции и Египта. И теперь будет, насколько я понял, Госкомрелигии, наше религиозное управление, выдавать лицензии на то, чтобы учиться. То есть Узбекистан всегда живёт вот так. Он делает шаги, потом чуть-чуть назад. То есть пытается сохранить баланс. Но пока сильные силовые структуры. Можно быть уверенным, что они будут эту тему держать под контролем. Сейчас Наманган — это второй по величине город Узбекистана. Но впечатление он производит очень странное. В общем, друзья, Наманган — это второй по величине город Узбекистана. И он меньше всего вообще похож на Узбекистан, который я видел до этого. Во-первых, здесь практически не сохранилось никакого советского наследия. Есть несколько зданий, да. Но здесь как-то всё активно застроилось каким-то дешёвым, арабо-китайскоподобным барахлом. Во-вторых, здесь практически никто не говорит по-русски. То есть найти человека, кто бы говорил здесь по-русски, мне пока не удалось. Я не знаю, с чем это вызвано. Хотя когда ты обсуждаешь в Ташкенте с политиками или ещё с кем-то, тебе все говорят, да, нет, у нас русский язык, у нас его проходят в школах. И вообще у нас русский знают все. И мы там в Узбекистане ещё в советское время гордились тем, что лучше всех знали русский язык. Здесь, Намангане, второй по величине город, не какая-то глухая деревня. По-русски не говорят. Это, конечно, потрясающее благоустройство. Всё так очень прямо провинциально-провинциально и прямо неуютно. Хотя видят, они делают здесь вот это вот новая поликлиника. Такое двухэтажное здание, опять же, без каких-либо там изысков в каком-то непонятном стиле. Как дела у вас? Нормально. Нормально? Вы живёте здесь? Живёте здесь, Намангань? Нормально. А где работаете? Ювелирный. А, вы в ювелирной работаете? Понятно. И как дела у вас? На что жалуетесь? Всё нормально. Всё хорошо? По-русски чуть-чуть, но нет. А, по-русски не очень, да, вы? Слушайте, а здесь люди по-русски вообще плохо говорят, да? Мой папа чисто говорит. Ага, а вы уже нет. А, вы уже нет. А дети говорят? Ты по-русски говоришь? Нет, нет. Дети не говорят? Дети только по-узбекски. Понятно. Давай дома, плов. А, плов, не-не, спасибо, мы спешим, нам ещё работать надо. Спасибо, спасибо. Вот, друзья, добрый человек. Сразу вообще просто подъехал незнакомые люди и приглашает домой на плов. Добрый человек, но по-русски не говорит. Вообще Наманган какой-то очень странный город. Он похож на какие-то такие провинциальные арабские города. То есть куча такой новой очень дешевой архитектуры, какие-то бесконечные рынки, ремонты, дороги, хаос, бардак. В общем, это то, что бывший Советский Союз вообще не чувствуется. Здесь проживает примерно 650 тысяч человек. И это город с очень сильными исламскими традициями. В годы советской власти в городе было всего три мечети. А после развала Советского Союза щёлк пошёл уже на десятки и вскоре на сотни. Мечетей появилось очень много. За моей спиной новая главная мечеть Намангана. Она имеет такую не совсем традиционную архитектуру. Два минарета, такие золотые купола. И вот сейчас здесь начинается молитва. Видите, вот в багажниках стоят газовые баллоны и газовых заправок прямо очень много, больше, чем бензиновых. Потому что дешевле. Газ значительно дешевле бензина. Как дела у вас? Нормально, как сам? Что же ничего? Работаете здесь? Да, вот, газели. А, вы водитель газели? Ничего себе, а ждёте, когда пассажиры наполнятся? Да, да, да. И вы по-русски говорите? Второй человек у нас встретился, кто говорит по-русски. Никто не говорит по-русски. Не, плохо. Плохо. Я тоже плохо. А сколько вы в месяц зарабатываете водителем? По-вашему, где-то вот 300 долларов будет. 300 долларов в месяц? Да, будет. Иногда. А так у нас каждый день выручка. Обычно в таких бочках продают квас, а здесь морс. Причём, обратите внимание, как прошло изменение на латиницу. Здесь написано ещё кириллицей, а тут уже наклеечка латиницей. Ты начальник здесь? Твоё? Сколько морс стоит? Сколько? 100 морс стоит. Давай, один стакан. Это? Давай. Это просто сахар с ароматизатором и водой. А сколько лет ему? 12. 12 лет. А он всё лето здесь работает? Он свой, он сам купил. Как сам купил? Подожди, ну-ка, расскажи, как сам купил? Сначала он сам работал, работал, и потом он сам деньги как купил и купил. А за сколько он купил эту бочку? Это 300 долларов. За 300 долларов он купил эту бочку? Да. А со скольки лет он работает? С 8 лет ты работаешь и сам заработал. Очень странная история, потому что, ну, 12-летний мальчишка, который купил себе эту бочку и говорит, что сам работает, не знаю. Мне кажется, ну, понятно, что скорее всего себя поставили взрослые, а он просто не хочет это говорить или как-то, не знаю, может стесняется, может, хочет показаться там старше, круче, так в наших глазах. За моей спиной главный вокзал на Мангана, который открыли несколько лет назад, и такая вот стела с фонтаном, с какой-то клумбой и наверху герб Узбекистана. И здесь очень хорошо видно, как изменился город. Посмотрите на советскую фотографию 70-х годов. Вот старый вокзал, вот старая стела. Какая-то обычная советская архитектура 70-60-х годов. И вот как все преобразилось. Повсюду вот эти вот вентфасады, синие зеркальные стекла, неоновые вывески, реклама и так далее. И так, в принципе, изменился весь город. Потому что если мы сейчас с вами вот так вот сменим ракурс, да, то мы увидим вдоль дороги кучу таких вот двухэтажных магазинчиков. Опять же, это вот очень характерно для каких-то таких вот восточных стран. Очень много всякой рекламы, какого-то хаоса, машины, беспорядочная парковка и все остальное. И, в принципе, весь город, он так изменился, и изменения еще активно продолжаются. Старые советские улицы, которые были такие небольшие, с деревьями. Деревья вырубают, улицы расширяют, повсюду кладут асфальт, делают какие-то там шестиполосные магистрали, развязки и так далее. В общем, от старого советского намангана не остается и следа. Привет, как дела? Привет, брат! Как дела? Как дела? Да. Как тебя зовут? Илья, а тебя? По-русски говоришь? Да. Хорошо? Да. Чем занимаешься? Что? Он машину починает. А, ты чинишь машины? Да. Ничего себе, а в школе учишься? Я говорю, по-русски говоришь, да, хорошо говорю. В каком классе? Да. В каком классе? В шестом. В шестом классе? В шестом классе. Мальчик продает мясо и тащит довольно тяжелый таз на какой-то рынок. Вот. Тут дети просто, ты идешь машины починять. Давай, все, пока. Ну, кстати, странно, смотри, они все говорят, что они в школе учат русский язык. При этом по-русски они не говорят. Ну, у нас русский не очень хорошо. Как они учат? Он не знает элементарных слов, он не знает там, как дела, в каком классе учатся. То есть он не знает совсем примитивных слов. Учителя тоже не знают. А учителя не знают русский, я понял. Свежие, свежие лепешки, только готовы. Да, я понял, спасибо, спасибо, сейчас я подсниму и потом, конечно, попробую. Они там еще есть? Есть, есть. А, вон они, ничего себе, лепешечный потолок в тандыре. В общем, друзья, у меня есть лепешка, меня угостил пекарь лепешек. Человек прямо у себя дома с утра готовит лепешки. А здесь, кстати, довольно много так домов, то есть через дом у людей стоит столик, выставлены лепешки, они готовят и на тележечке сразу отвозят все это на рынок. Нет ничего лучше свежей узбекской лепешки. Но еще лучше, когда ее можно макнуть в сметанку, а сметанки здесь нет. Не доработали. Есть на Мангане православный храм, это храм Архангела Михаила. Он здесь был еще до революции, правда не этот. И старый храм, когда начались гонения на церковь, он был снесен в 1930 году. После войны местные общине разрешили выкупить частный дом. То есть здесь был обычный кирпичный дом, это частный сектор. И они купили дом, и там образовался приход. Это был 1952 год. И с тех пор вот здесь просто посреди частного сектора существует храм Архангела Михаила. Говорят, на крупные праздники здесь собираются до нескольких сотен верующих. Но сейчас, к сожалению, храм закрыт, и непонятно как войти. Видимо, сейчас там никого нет. А вы здесь живете, да? Да. А как у вас здесь православный храм, нет проблем? Нет. Много людей-то ходят? Конечно, это удивительное место, потому что мы привыкли, что церковь, храмы расположены где-нибудь на площади. Там вокруг много места, можно подойти. А здесь прямо он спрятался внутри частного сектора. А прихожан много здесь? Ну, на Пасху, слава богу, до 100 человек где-то бывает. А вы в Узбекистане давно работаете? Я местный, ташкентный. А вы прямо всю это? А в Ташкенте много православных сейчас? В Ташкенте больше, конечно. Это центральный город, плюс там пять храмов на город. Пять храмов. Центральный кафедральный собор и остальные храмы. Каких-то межэтнических нет, да, с русскими? Вот видите, мы в Аллее, здесь вокруг в основном только мусульмане. Нет, дружно, мирно. Ну да, просто удивительно, что он в таком частном секторе, все эти мусульманские дома. Когда-то в советское время дали именно здесь место. Все это хаотично было. Дали, слава богу. Местные помогали строить. То есть даже в 90-х, когда здесь был радикальный ислам, здесь проблем не было? Ну, слава богу, я здесь с 2017-го. Насколько я знаю, истории нет, слава богу, ничего такого не было. У нас даже, наоборот, соседи плохо помогают. Да? У нас в ноябре 21-го Архангела Михаила. И они вот ждут, флоу делают. Мы гостей призываем, приглашаем. Ничего себе. Исламизм вообще был распространен именно в Ферганской долине. Связанные с ним трагические события случались не только в Намангане, но и в полусотни километров от него, в Индижане. В 2005 году произошло самое трагичное событие в современной истории Узбекистана. Случилось это в Индижане. В мае 2005 года суд должен был огласить приговор 23 местным предпринимателям, которых обвиняли в принадлежности к запрещенной исламистской организации. Но в городе многие считали, что предпринимателей отправили в тюрьму, чтобы отобрать у них бизнес. И здесь надо понимать, что эти предприниматели очень много жертвовали на благотворительность, они помогали простым людям. Они там строили что-то в городе, делали, и их любили, их уважали. Поэтому их арест люди восприняли, простые люди, простые жители Индижана восприняли как личную трагедию. 13 мая на площади Бабура в Индижане начался стихийный митинг, собравший десятки тысяч человек. Толпа захватила военный гарнизон, местную тюрьму и здание администрации. Какие именно требования были у демонстрантов, вопрос спорный. Власти говорят, что митингующие выкрикивали исламистские лозунги и хотели джихада, то есть священной войны. А вот некоторые очевидцы говорят, что протестующие требовали не джихада, а свободы. Узбекские власти вступили с протестующими в переговоры. Говорят, в Индижан прилетел даже сам Ислам Каримов. Силовики предложили лидерам протеста коридор для выхода в Кыргызстан. Те, в свою очередь, требовали, чтобы кто-то из руководителей государства пришел на площадь поговорить с недовольным народом. Договориться стороны так и не смогли. Следующим утром в город вошли правительственные войска. Они окружили площадь Бабура и открыли огонь по собравшимся. По официальным данным погибли 187 человек. Очевидцы говорили о полутора тысячах убитых. Многих добивали выстрелами в спину, когда они пытались спастись бегством. Части протестующих удалось скрыться на территории Кыргызстана. Несмотря на требования США и Евросоюза, Узбекистан не позволил провести международное расследование андижанских событий. На страну были наложены санкции, которые, правда, через несколько лет сняли. При этом часть андижанских протестующих бежала в Кыргызстан. Сообщают как минимум о 500 беженцев. Многие из них были признаны политическими беженцами решением Верховного Суда ООН. Принять их у себя согласилась Румыния. Радикальный ислам оставил свой след на лице нынешнего Узбекистана. Но в Советском Союзе эту республику знали не по исламизму, а по хлопку. Он до сих пор остается национальным продуктом страны, но когда-то был практически вопросом жизни и смерти. В феврале 1976 года первый секретарь ЦК Узбекской Компартии Шараф Рашидов выступал в Москве на съезде к КПСС. С трибуды он объявил, что сейчас его республика собирает 4 миллиона тонн хлопка в год, а будет собирать 5 или даже 6 миллионов. Выполнить этот план было совершенно нереально. Об этом прекрасно знал и сам Рашидов, и его подчиненные. Но данные на таком уровне обещания нужно было выполнять. Так что сбор хлопка начал расти огромными темпами. Правда, исключительно на бумаге. Несуществующих хлопок перевозили в пустых вагонах и сдавали на заводы по поддельным накладным. Потом его теряли, списывая или на естественную убыль, или на фейковые пожары. Руководство в союзном центре на все это закрывало глаза. Разумеется, не бескорыстно. В середине 80-х махинации вскрылись. Началось расследование так называемого хлопкового дела. Выяснилось, что Москва заплатила Ташкенту за несуществующий хлопок около 3 миллиардов рублей. Более 600 руководителей различного уровня оказались на скамье подсудимых. Двоих приговорили к смертной казни. Тюремный срок получил даже зять умершего к тому времени советского генсека Брежнева Юрий Чурбанов. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Рашидов скоропостижно скончался в самом начале расследования. Ходили слухи, что он покончил с собой. Ну, в принципе, хлопковое дело, оно такое было, резонансное, потому что были скрыты тогда случаи завышений, что было, естественно, в принципе, для Советского Союза и для его статистики. Тут надо делить. В 80-е годы было отношение одно, потому что все-таки Москва еще была центром, а в 90-е уже как бы менялось, что Гделян и Иванов здесь занимались превышением полномочий. Расследование хлопкового дела поручили Тельману Гделяну и Николаю Иванову. Позже они сами чуть не предстали перед судом. Гделяна и Иванова обвиняли в выбивании силой признательных показаний и халатном отношении к следствию. Для СССР хлопковое дело было уникальным примером показательной борьбы с коррупцией на высшем уровне. Гделяна и Иванов стали кумирами антисоветской оппозиции. Они выглядели борцами с привилегиями крупных партийных функционеров и чудовищной коррупцией, которая проникла во все государственные структуры СССР. Хлопок и тогда был проблемой для Узбекистана, потому что все были на хлопке. Студенты, вообще был период, когда все на хлопок. И это стало потом тоже проблемой, потому что она не то чтобы не решилась после Гделяны и Ивановы, была такая пауза как бы, они тут разбирались, что происходит, но никаких долгосрочного эффекта это дело в принципе не имело. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, придя к власти, помиловал всех осужденных по хлопковому делу. Ну и после распада СССР в Узбекистане вполне можно было получить срок за хлопок. Я на хлопковом поле, еще несколько лет назад за подобную съемку меня вполне могли арестовать и даже отправить в тюрьму. Снимать хлопковые поля и тем более работы было строго запрещено. Около хлопковых полей дежурили полицейские. Дело в том, что при уборке хлопка активно применялся детский труд. В школе Вербина у нас хлопок почти собирали все, особенности сельские, местности. Там с 5-6 класса начинали собирать дети уже. Вот я сам ездил в 65-66 году на хлопок, в 8-9 класс учился. На хлопок возили нас, нас возили так, с ночевкой, где-то приблизительно месяц. Но нам было весело, хорошо. Нам молодым что надо было, днем поработать, вечером погулять, танцы, там все, музыка. В общем, было весело ребятам. И хлопок собирали, и отдыхали, короче. Утром вставали в 8 часов, мы уже завтракали. Ну, в 9 уже мы были в поле. Завтрак, обед привозили в обед, в 12 часов до 2 обедали. Ну, потом до 5-6 часов работали, собирали хлопок. Ну, устанавливали, как говорится, смотря на какое поле. Там план у нас был, там 40 килограмм, 50 килограмм. По килограмм норму устанавливали, мы собирали. Ну, старались выполнять. А это прямо со школы вас сгоняли, да? Со школы автобусом возили туда. И обратно привезли. Месяц, полтора месяца. Это сентябрь, сентябрь, октябрь? В конце сентября, до ноября, середина. Так, а как же вы учились тогда? Полтора месяца. Да, да. Не учились? Учились. Учились хлопок собирать? Да, вообще, я отлично учился. Нет, ну да, то есть два месяца дети не учились в школе, получается, когда хлопок убирают? Да, на хлопке все студенты были. Все студенты, школы закрыты были? Закрыты были, да. С ума сойти. До восьмого класса. После восьмого класса. После восьмого класса все на хлопки? Да, да. Восемь класса мы же на хлопки. Но это обязательно было, да? То есть вы отказаться не могли? Ну, если болезнь. Ну, по болезни, да? А доплачивали за это? Да, 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 за хлопки. Например, там устанавливали стоимость, например, 3 копейки здесь стоит килограмм, но мы собрали 50. Получается, что посчитаешь, потом высчитывать, ну, 20-30 дней по работе выходят, ну, нам какие-то деньги получают. Возьмали мы, конечно. Я, например, тебе транзистор купил, часы купил. После этой хлопковой работы? Да, да, да. А жили вы где? Жили в сельских домах, у хозяина, кто живет. Одну комнату нам отдали. А, то есть деревенские отдавали свои комнаты, чтобы вы там жили? Да, да. И они же вас кормили, да? Нет, нет. Своих это. Хлопок это для Узбекистана одновременно и главное достояние, и главное проклятие. С одной стороны, хлопчатник изображен даже на гербе страны. С другой, уже много лет власти последовательно пытаются слезть с хлопковой иглы. В советские годы Узбекистан превратился в хлопковый предаток Союза. Все посевные площади были отданы под эту культуру. Хлопок не терпит других растений на своей территории, поэтому больше ничего в Узбекистане особо не выращивали. Ну а на уборку хлопка осенью выходило буквально все население республики. Даже учебный год из-за этого иногда начинался здесь в ноябре. Какую роль играл хлопок в советское время и сейчас в процентном отношении в экономике? Ну вот в советское время и в 90-е годы достаточно большая роль была именно в экспорте. Много экспортировали хлопка, сейчас она гораздо меньше. У нас хлопок называют белым золотом, я бы назвал это белым проклятием для Узбекистана. Потому что из-за того, что вот есть такие товары как хлопок, в других странах это может быть не только хлопок, это там кофе, какие-то там прочие сырьевые товары, все что угодно. Когда есть вот такие товары, которые легко отнимать у фермеров и затем сами им продавать. Вот помидоры вы не отнимете у фермеров, государство их не отнимет, оно не сможет их администрировать продажу. Они нестандартные, они быстро портятся. А хлопок легко отнять, легко хранить, он долго хранится, он делится четко по сортам и легко его экспортирует. Когда вот в каких-то таких бедных странах есть такого рода товары, государство часто на этом паразитирует и, соответственно, заставляет крестьян, фермеров их выращивать. И там не возникает нормальное рыночное отношение, как и у нас. У нас до недавнего времени был госзаказ на хлопок, сейчас вроде бы его как отменили, но частично какие-то элементы еще остались. В ближайшие три года хотят его, ну два года уже осталось отменить. В принципе, здесь принято, что дети помогают родителям, то есть детей приучают к труду изначально. Здесь нужно еще делить, они там принудительно находятся или они просто помогают родителям. Понятно, что для международного сообщества, и это сейчас международное сообщество пытается объяснить, детский труд, он недопустим никакой как бы. То есть даже если вы берете своих детей помочь продавать на базаре. Здесь же вопрос свободы воли. То есть ребенок в 12 лет, он не свободен и помогая родителям, мы не можем это делать добровольно или недобровольно, или он просто вырос в системе, где он обязан это делать. Да, в том и проблема. То есть это очень тонкая грань, которую иногда объясняют, как, ну они помогают родителям. И МОД, и все остальные говорят, это все равно недопустимо. Как бы сейчас мы достигли того момента, когда нет вот этого принудительного труда, допустим, на хлопок, когда детей брали из школ и отправляли их туда. Как бы локально он, конечно, еще присутствует. И отношения, ну не то чтобы толерантные, здесь важно именно понимать вот эту ментальность в семьях. То есть если там это считается нормально, что ваш ребенок вам помогает, то вот это очень долго надо объяснять людям, что ребенок должен учиться в первую очередь, что вот приоритеты должны быть здесь. А помогать он там может, если там есть время, если этот труд оплачивается, если это законодательно, там же есть нормы, когда до 18 лет дети где-то могут работать, допустим. Но это, конечно, сделать очень сложно. И это еще должно пройти, на мой взгляд, очень много времени и смениться вообще в мышление и восприятие ценностей каких-то, чтобы вот это полностью победить. Зачем же Советскому Союзу было нужно столько хлопка? Дело не только в текстильной промышленности, но и военных задачах. Произведенная из хлопка горючая целлюлоза использовалась для создания ракетного топлива. После распада Советского Союза экспорт хлопка стал спасением для экономики Узбекистана. Его продажа позволяла получать валюту и наполнять бюджет. Однако все постсоветское время объемы сбора хлопка сокращаются. Одна из причин этого в том, что крупные международные компании, например, Adidas, Puma, H&M, объявили узбекскому хлопку бойкот. Они не могут использовать выращенное здесь сырье как раз из-за того самого принудительного труда и в том числе детского труда. Впрочем, в последние годы ситуация улучшается. При президенте Мерзиёве прекратили массово привлекать к уборке детей. Это признает Международная организация труда, но санкции с Узбекистана пока не сняли. Системно мало что, в принципе, меняется сейчас в Узбекистане. То есть как таковых реформы, они идут не то чтобы реформы системы, они и стилистические. Но то, что в попытке улучшить имидж было сделано, допустим, в том же хлопком деле, я считаю, что принудительный труд – одно из главных его достижений за первую пятилетку. То есть там действительно произошли изменения. Самое легкое, что можно сделать – это взять и просто отозвать студентов, врачей и педагогов. В принципе, так и было. Он выступал в 2017 году в Генассамблее ООН, и он сказал, что мы решили побороть детский труд. В ту же ночь всех студентов с полей привезли обратно. Как бы это вот так. Узбекистан – один из крупнейших мировых производителей хлопка. Пока не разразился скандал из-за использования детского труда, республика получала в год больше миллиарда долларов от экспорта хлопка сырца. Это составляло около трети всей валютной выручки страны. Однако западные санкции заставили задуматься о переменах. Хлопок уже уступил место главного экспортного товара. Его обошли газ и золото. По итогам прошлого года Узбекистан впервые вошел в топ-10 стран по добыче золота. Вообще же республика продала в 2020 году драгоценных металлов почти на 6 миллиардов долларов. При том, что годом ранее выручка составляла лишь 50 миллионов. То есть Узбекистан получил от экспорта драгметаллов 5 раз больше, чем от экспорта хлопка. В прежние годы соотношение было совсем другим. Хлопок приносил в 20-30 раз больше денег. С советских времен посевные площади хлопка сократились уже в два раза. С 2 миллионов гектаров до 1 миллиона. К 2025 году Узбекистан намерен полностью отказаться от экспорта хлопковых полуфабрикатов и перейти на продажу обработанной продукции. Для этого придется увеличить мощности по производству текстиля аж в 4 раза. Но зато и валютная выручка по подсчетам экспертов может возрасти до 7 миллиардов долларов в год. Зависимость Узбекистана от хлопка критиковал и пытался сократить еще президент Каримов. Он называл хлопок инструментом колониальной зависимости Узбекистана от Москвы. Мол, самую тяжелую работу выращивания хлопка делают одним, а весь доход от продажи готовой продукции из него получают другие. Каримов требовал снизить объемы экспорта хлопка с сырца и перерабатывать его на территории республики. Впрочем, слова оставались словами, а на деле особо ничего не менялось. Бюджетников, студентов, школьников ежегодно отправляли собирать хлопок на поля. На это время их часто размещали в нежилых помещениях. Ежегодно приходили сообщения о десятках смертей, в том числе детей, во время уборочной кампании. Новый президент Мерзиёев, приходя к власти, обещал сократить посевные площади хлопка и выращивать такие сорта, которые можно собирать с помощью сельхозмашин. Некоторые позитивные изменения уже заметны, но впереди еще долгий путь. Сопротивление чиновников, живущих за счет коррупционной ренты от продажи хлопка очень высоко, и оно не позволит провести перемены быстро. Почему же хлопок это проклятие Узбекистана? Дело не только в экономической зависимости. Превращение республики в хлопковый придаток СССР привело к экологической катастрофе. Варварские методы удобрения почв пестицидами привели к их истощению. А хуже всего то, что случилось с Аральским морем. Хлопку требуется обильный полив. Из-за отбора воды, из-за мударьи и сырдарьи Аральское море начало стремительно сокращаться еще в 60-х годах. Чтобы справиться с этой бедой, Политбюро на полном серьезе рассматривал вариант с разворотом сибирских рек на юг. К счастью, эти планы остались только на бумаге, иначе с экологической катастрофой столкнулось бы уже все человечество. В итоге решение так и не было найдено, и Аральское море практически исчезло с лица земли. Кстати, Аральское море на самом деле озеро. Еще в 19 веке у Российской империи была в нем собственная флотилия с пароходами. Но при СССР судьба этого моря-озера сильно изменилась. Мы сейчас на дне Аральского моря, и сейчас здесь пустыня, но еще полвека назад вся эта пустыня была покрыта водой. Куда же она делась? Еще в 40-е годы Советский Союз решил активно развивать хлопководство в Узбекистане. Для этого нужно много воды. И воду взяли из двух местных рек – Амударьи и Сырдарьи. Очень быстро экономика среднеазиатских республик взлетела на небывалые высоты. Но вскоре успех обратился к экологической катастрофой. Уровень Аральского моря начал быстро падать. За 40 лет площадь четвертого по величине озера в мире сократилась на три четверти. В конце 80-х Аральское море разделилось на две части – Малый Орал, он в Казахстане, и Большой Орал в Узбекистане. Несмотря на свое название, Малый Орал еще жив. Казахстан построил дамбу, которая позволяет сохранять сток Сырдарьи. А вот Большой Орал продолжил пересыхать. Он разделился на две части – Восточную и Западную. Теперь исчезла и Восточная часть, превратившись в безжизненную пустыню. По расчетам ученых, спасти Аральское море уже невозможно. Даже если полностью отказаться от забора воды из Амударьи и Сырдарьи, то прежний уровень воды в нем восстановится не раньше, чем через 200 лет. Бездумное орошение было не единственным преступлением СССР против Аральского моря. С 1942 года на Аральском море действовал секретный военный полигон Бархан. Его создали на острове Возрождение. Никто тогда не ожидал, что спустя полвека остров станет полуостровом, а затем и вовсе сольется с материком. Кроме полигона на острове Возрождение располагался закрытый город Аральск-7 и военный аэродром. На аэродроме была уникальная для Советского Союза система из четырех взлетно-посадочных полос в виде розы ветров. То есть самолеты могли приземляться на него практически в любых погодных условиях. На полигоне Бархан занимались испытанием биологического оружия на подопытных животных. Местные жители рассказывают про внезапный уход военных с острова Возрождения. Якобы в середине 80-х годов там что-то случилось, и в один день весь персонал покинул базу. На внезапный исход указывало то, что было брошено большое количество техники, оборудования и продовольствия. А на взлетно-посадочных полосах валялось большое количество одноразовых шприцов и противогазов. Но эту версию не подтверждают официальные источники. Официально полигон был ликвидирован в 1992 году указом российского президента Бориса Ельцина. Военные покинули остров. Часть оборудования они забрали с собой, часть бросили на месте или захоронили. В конце 90-х на остров Возрождения приехали специалисты из США. Они исследовали могильники животных, чтобы определить, безопасны ли они для людей. Вывод ученых, существенные угрозы для жизни человека захоронения на острове Возрождения не представляют. Теперь остров Возрождения и покинутая база тоже превратились в туристическую достопримечательность. Добраться туда не так просто. Ехать очень-очень далеко, но люди туда едут, туда пробираются сталкеры. Там можно походить по советской заброшенной военной базе, посмотреть на ржавые машины, остатки инфраструктуры, дома. И это еще одна туристическая достопримечательность этого региона. Друзья, я очень люблю кофе. И я невероятно от этого кайфую. В какой-то момент я начал испытывать сложности в путешествиях, потому что в дороге найти хорошую кофейню сложно. Но тут люди придумали делать дрип-пакеты. Что такое дрип-пакет? Это просто чудо-изобретение. Честно, я на эту тему подсел и каждое утро у меня там половина чемодана этих дрип-пакетов. Я первое, что делаю, я иду в гостинице, когда у тебя есть капсульная кофемашина, что угодно, я все равно завариваю себе дрип-пакет. Я начал экспериментировать с разными дрип-пакетами, что-то нашел, что мне нравится, а потом подумал. Если я такой большой любитель кофе, который просто действительно каждый день с этого начинает, и у меня есть возможность действительно найти классное зерно, хорошо его обжарить и сделать свои дрип-пакеты, чтобы пить и кайфовать от них, то почему бы это не сделать? Сказано-сделано! Та-дам! У меня в руках, друзья, потрясающие, невероятные, роскошные дрип-пакеты с кофе. Называется бренд 1984. Почему 1984? Во-первых, это год моего рождения. А во-вторых, как еще лучше описать то, что сегодня у нас происходит? Три сорта. Это гондурас, это эфиопия и это колумбия. Эфиопия, да, мы даже пишем какие там есть вкусы. Красные ягоды, грейпфрут, цветы, колумбия, яблоко, молочный шоколад, чай с жасмином. Или гондурас, зеленое яблоко, молочный шоколад и миндаль. Пока у нас продается только индивидуально по пакетикам. И купить пока что можно только в моей доставке еды. Варламов есть через Яндекс.Еду. Сделать это, к сожалению или к счастью, пока это можно только в Москве. Это просто первая партия, их очень немного. Так что если вы в Москве, вы через Варламов есть, можете уже прямо сейчас заказать себе все три пакетика или какой вам больше нравится, заварить, попробовать и я уверен, вы на эту тему тоже подсядете. В общем, друзья, это начало моей кофейной истории. А сейчас я заварю и покажу, как это классно и удобно. И вот, друзья, у нас в руках чашечка потрясающего, ароматного, свежезаваренного кофе. Потрясающе. Просто потрясающе. В общем, друзья, если хотите попробовать классный кофе, обратите внимание на дриппакет. Напоминаю, что купить их можно в Яндекс.Еде, вводите в Варламов есть, это моя доставка, и заказывайте, курьер придет, работает практически на всей территории Москвы. Раньше Аральское море давало людям работу, и на нем даже строили целые города. Раньше Аральское море. Мы находимся с вами в Муйнаке. Некогда это был процветающий порт на берегу Аральского моря. Теперь ни порта, ни моря нет. Море отсюда ушло. До моря здесь ехать несколько часов на машине по бездорожью. Вокруг пустыня, очень жарко. С уходом моря, кстати, здесь изменился климат. Вместо умеренного он стал теперь резко континентальным. Здесь стали очень холодные зимы, а летом неимоверная жара, бывает там плюс 50 и даже больше. После распада Советского Союза город пришел в упадок, люди отсюда начали уезжать, и казалось, что рано или поздно от города ничего не останется. Но мы сейчас стоим около новой вывески, которая напоминает отель Парус в Дубае. Видите, все такое сверкающее. Это такой символ возрождения Муйнака. Потому что здесь нашли газ. И сейчас в город вкладывается много денег, сюда едут туристы, сюда идет неплохая дорога. И у Муйнака появился второй шанс. Я был в Муйнаке лет 10 назад, и тогда это было прямо настоящее захолустье. Это такая деревня, люди отсюда уезжали, работы не было совершенно, все смотрелось очень грустно, разбитые дороги. В общем, тоска и безнадега, я был уверен, что еще через несколько лет город окончательно умрет. Но сейчас Муйнак преображается. Здесь такая широкая главная улица, это хороший асфальт, какие-то новые тротуары, здесь даже какой-то задел под велодорожку они делают. Все, что было вдоль главной улицы, они снесли, поставили новые фонари, и идет новая застройка. Это какие-то гостиницы, гостевые дома, рестораны, кафе. Здесь есть несколько производств. Например, построили два швейных цеха, они, правда, пока еще не работают, не знаю. Вот куранты, опять же, в каком-то новеньком сквере. В Муйнак сейчас заливаются деньги, в надежде на то, что сюда поедут туристы. Это, кстати, не говорит о том, что город прямо как-то восстал из пепла, и все у него хорошо, потому что ты продолжаешь общаться здесь с людьми, а денег-то здесь нет. То есть, я так понимаю, Ташкент как-то пытается залить здесь деньгами, они здесь что-то строят, что-то делают, но жизнь людей от этого легче не становится, потому что пенсия есть меньше 100 долларов, работы нет практически, ну а туристы сюда пока особо еще не едут. Вот это старый Муйнак, если вы обратите внимание, одноэтажные домики, какие-то глиняные крыши, покосившиеся сарайчики, заборы из какого-то штакетничка и фанеры, непонятно из чего сделаны. И на этот старый Муйнак сейчас наступает новый Муйнак. С одной стороны, Муйнак становится центром такого туризма, и узбеки научились продавать трагедию Аральского моря, сюда едут туристы, они смотрят на это кладбище ржавых кораблей, они слушают эти рассказы, они идут в музей Аральского моря. С другой стороны, для Узбекистана это важный стратегический регион, потому что здесь полезные ископаемые, здесь газ, и Узбекистан продолжает на этой земле зарабатывать. Да, теперь уже здесь нет рыбы, но жизнь здесь все равно продолжается. Хотите войти? Можно заглянуть? Да, можно. Давайте. Вот, офигеть. Старый дом, а вот все, вот и крыша, и крыша глиняная, колонны. А чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас не работаю дома. А на что живете? День как зарабатываете? Сын работает. А сын работает? А сын где работает? В музее. В музее? Да. О, ничего себе. Охранник. Охранник музея. И он содержит всю семью. Вы живете в этом доме. А за сколько вы этот дом купили? Сколько такой дом здесь стоит? Ну, сейчас вот примерно. 25 миллионов. 25 миллионов. Две с половиной тысячи долларов, да? Да. А вы учите, наверное, еще, да? Нет. Уже не учите? Да. Закончила. А что закончили? Колледж. Колледж. И чем будете заниматься? Работы нету. Дома сидит. То есть вы дома будете сесть? Да. В лучшие свои годы в Аральском море вылавливали 20 различных видов рыб. Здесь главным предприятием Мунаки был рыб-перерабатывающий завод. Здесь закатывали консервы. Да, и на этот завод приходилось 5% всей рыбной переработки в СССР. А в 70-х годах море начало уходить. Здесь сначала пытались прорыть каналы, но вода отступала все равно слишком быстро. И завод пришлось закрывать. Еще какое-то время до развала Советского Союза пытались сюда возить замороженную рыбу, чтобы завод продолжал работать, ну а после распада уже все. А теперь только на картиночках показаны целые ряды консервных банок. Вот единственное, что напоминает о былом величии. А это первый монумент Мунатского консервного комбината. Да. А то есть он стоял прямо перед консервным комбинатом? Да. Ага. Дверь другой плотник делает. Вот этот другой, этот другой, этот другой. Потому что они тоже, это традиция у них. Вот эту целую, одну юрту, один этот плотник, переместник не будет делать. Вот это называется Шамарак. Угу. Это Шамарак у всех юрт один кольцо. Ага. Только у Карагалпаку два кольца. Угу. И вот это есть, вот это идет, вот это. Угу. Они соединены здесь, а у других нет, не соединяются. Ну, такие принципиальные отличия. Да. Сразу видно, вот это, именно каждое название, если я забыл уже, да? Ну, понятно. Постоянно я не ее так. И это, вот это, лицом сюда смотрите, если направо выйдет, это Карагалпакский. Если налево, это казахский. Угу. Все, прям у вас принципиально отличаются юрты. Да-да-да, вот это Карагалпакский юрта, обязательно. А сколько, вы говорите, в Монаке русские были, да? 80% русские жили здесь. Угу. Раньше. До войны, после войны, после войны они уходили. Государство раньше заботилось о рыбаках. Платили вовремя. А мы занимались ловлей четырех видов рыб. Были у нас даже большие самы. 130 килограмм. Сам лично своими глазами видел. Тогда было хорошо. Воды в море было много. Рыбы до краев. Во время войны тут была скотобойня. Консервный комбинат был. Мы выпускали консервы по полкилограмма из говядины. Были наши местные коровы. Были из Таджикистана, Киргизии, Туркменистана. Все привозили нам сюда коров. А мы все это консервировали. Говядину, рыбу. И отправляли на фронт. К концу войны остались только кости и шкуры от них. Раньше воды было очень много. Пресная питьевая вода. Можно было рукой черпать и пить. Купаться там. Когда я в армии служил, я хорошо поговорил русский язык. Потом я рыбал. Тогда уже в Аральском море вода много. Амадыря течет. Рыба. 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 Усаж. Осётр. Сазан. Лещ. Жерах. Сом. Крупные рыбы. И жирные. Потом вот в 1974 году переклили дари Амадырей. Поэтому не течет вода в Аральском море. Поэтому уже рыбы меньше и меньше стало. Последний раз мы ловли в 1984 году. В 1984 последний раз? Последний раз в Аральском море я рыбал в 1984 году. А чем люди начали заниматься, когда не стало рыбы? Когда рыбы не было. Когда море ушло. Что люди сделали? Здесь открыли, когда в 1986 году здесь был рыбозавод Парлатова. Который мы работали, да? Его закрыли и потом открыли. После ухода Аральского моря регион столкнулся с ещё одной проблемой. На этот раз экологической. Всё дело в том, что после моря здесь осталась соль и пестициды. Которые многие годы, десятилетиями питающее море река Амударья в море приносило. И вот море ушло, и осталась такая загрязнённая соляно-пестицидно-песчаная смесь, которую ветер начал разносить отсюда на сотни километров. В соседних городах, в соседних регионах нередко случаются такие песчаные бури, когда ветер сорало. Вот эту отравленную пыль несёт, и говорят, он её уносит на сотни километров. И это, конечно, экологическая катастрофа для всего региона. Было бы, конечно, круто, если бы они сохранили не десяток, а сотню-другую этих кораблей. Представьте, какой масштаб этого кладбища был бы. И с точки зрения туристической привлекательности это было бы гораздо круче. Ну, хотя даже вот эти два десятка кораблей выглядят круто, но будь их больше, мне кажется, Муйнак мог бы стать настоящим туристическим центром. Конечно, очень не хватает здесь другой инфраструктуры. Вот ты смотришь, мы сейчас стоим прямо на дне моря, и ты смотришь на этот берег, а это раньше была набережная. То есть здесь раньше был порт, здесь раньше были причалы. Вообще невозможно в это поверить. То есть здесь просто пустыня, и больше нет ничего. А корабли все на металлолом порезали, да? Вообще металлолом пошёл, продали, когда... Знаете, когда распал Советский Союз? Вы сами знаете, кто хочет, кто мог, всё взяли. А кораблей же много здесь было, да? Ну, здесь был кораблей. В одном рыбном комбинате 500 кораблей было, толк рыбной комбинации. Им план дали, говорят, на один год на 4 человек 54 тонны рыбы. Сейчас вы здесь сидите, да? Здесь тоже была вода. Угу. В 56-м, 55-м, 53-м году здесь была вода. Это дно моря? Угу. Да. Когда мы были маленькие, да, здесь вся вода была. Здесь много было людей. Все, когда в 80-м году здесь больше воды не было. Угу. Поэтому все ушли. Пенсия нормальная, мне хватает, не жалуюсь. Лично для меня самого хватает. На покупку лекарств, вон они лежат. На пропитание хватает. Получаю почти миллион сумм, мне хватает, я не жалуюсь. Если б не эта пенсия, я б, наверное, давно с голоду помер. Здесь есть такая интересная особенность. Практически на всех могилах лежит либо такая вот лестница, либо носилки, да, это скорее носилки. Называется это табыт, и по поверьям она превращается в лошадь и помогает покойнику перемещаться по загробному миру. Вот. Иногда это в виде лестницы, иногда это в виде носилок. Ну и вот могила здесь тоже интересно устроена. Здесь она уже провалилась, то есть покойника кладут на дно, могила глубиной где-то метра два, ему поворачивают голову в сторону Мекки, но потом ставят такие распорки и землей не закапывают, а получается образуется там такая ниша, сверху настил из камыша, и уже насыпают землю, получается такой вот сверху холмик, на который уже лесенку или носилки кладут. И из-за дождей вот здесь видно провалилась, и могила фактически остается открытой. Несмотря на то, что этот некрополь очень древний, здесь множество мавзолеев, даже ученые не знают, сколько им лет, здесь легко можно ошибиться на один, два, три века, но кладбище это живое. Например, вот этой могиле меньше года, и захоронения здесь продолжаются. Несмотря на то, что здесь уже были какие-то могилы, но со временем они проваливаются, исчезают, и появляются новые, вот абсолютно новая могила прямо на самой вершине холма среди древних захоронений. А это, наверное, одна из самых загадочных местных построек, называется она Мировые часы. Миздокант по легенде считается захоронением первого человека, Адама. И опять же, легенда гласит, что, возможно, вот это его мавзолей. Так вот, каждый год из этого мавзолея выпадает по одному кирпичу. И по преданию, когда последний кирпич выпадет из этого мавзолея, наступит конец света. Называются Мировые часы, они, собственно, ведут обратный отчет. Но, судя по тому, что кирпичей здесь еще много, время у нас есть. Еще есть легенда, что это мавзолей все-таки не Адама, а Раджаб Халифа. Это был проповедник времен становления ислама. И здесь, на вершине холма, было Медерсе, которая посмертно уже стала мавзолеем Раджаб Халифа. Раджаб — это седьмой месяц арабского календаря. У Раджаб Халифа было семь учеников, поэтому люди, приходя сюда, складывают из камней пирамидки по семь камней. К сожалению, это не более чем красивые легенды. Археологи во время раскопок обнаружили здесь могилу не Адама и не древнего шейха, а какой-то неизвестной женщиной, которая умерла в 15 веке. Сам же этот мавзолей датирует восьмым веком, и, возможно, это одно из старейших сооружений, одно из старейших построек во всей Средней Азии. Невольно возникает вопрос, если это одно из древнейших зданий Средней Азии, если люди считают его святым, знаковым, а некоторые верят, что, возможно, это могила Адама, хотя это маловероятно, почему до сих пор вот эти вот древние камни не растащили виниры. На этот счет тоже есть легенда, защищающая древние камни. Если разрушить чужую пирамидку, это просто нагнать на себя беду, а если что-то отсюда забрать, то вообще конец. Так что, друзья, будете здесь, ни в коем случае не забирайте отсюда никакие камушки, а то быть беде. Возможно, ваш персональный конец света настанет пораньше, чем последний кирпич выпадет из стен этого потрясающего древнего мавзолея. Как вы знаете, в Советском Союзе любили переселять народы с места на место. Все слышали про депортацию чеченцев или крымских татар, но были и более экзотические примеры. Один из феноменов советского Узбекистана — это корейские колхозы. Как вообще здесь появились корейцы? В 1937 году власти депортировали их с российского Дальнего Востока, то есть принудительно переселили. Позже аналогичные репрессии затронули чеченцев, ингушей, крымских татар, поволжских немцев и другие народы. Но началось все именно с корейцев. Опасаясь скорой войны с Японией, их погрузили в грузовые вагоны и отправили в Среднюю Азию. В Узбекистане главным местом их расселения стала река Черчик. Условия здесь подходили для традиционного корейского земледелия, то есть в первую очередь для выращивания риса. Но это были далеко не лучшие земли Узбекистана. Начинать приходилось буквально с нуля. Корейцам достались заболоченные места, заросшие камышом. Какой-либо серьезной техники у депортированных тоже не было. Первую зиму люди жили в землянках и наскоро построенных деревянных бараках. Но даже в таких условиях корейцы добились впечатляющих успехов. Их колхозы стали известны на весь Советский Союз. За 10 послевоенных лет около 130 узбекистанских корейцев получили звание Героев соцтруда. Это высшая невоенная советская награда. Помимо риса в корейских колхозах выращивали хлопок, а также кенав. Из его стеблей делают прочное волокно для канатов и тросов. Колхозы Узбекистана были по сути монополистами. Больше в СССР нигде кенав не выращивали. Всего в Узбекистане было создано 50 корейских колхозов. После распада Советского Союза многие корейцы уехали из Узбекистана, а корейские колхозы были преобразованы в фермерские хозяйства. Расскажите, как здесь корейцы появились в Узбекистане? В 1937 году, когда приближалась Вторая мировая война, решили, что корейцы, живущие на Дальнем Востоке, могут стать предателями. Мы можем предать СССР. Сколько это было человек? На данный момент я знаю, что в регионе проживают около миллиона, в среднеазиатском регионе проживало около миллиона корейцев. В Узбекистане было 220 тысяч человек. И, наверное, половина из них уже переехали. Некоторые в Россию обратно вернулись. На Дальний Восток, да? На Дальний Восток и в саму Россию, и в среднюю полосу России. А часть людей поехали работать в Южную Корею. Все члены нашего колхоза и колхозники очень уважают и любят свой родной колхоз, который называется Политодел. Ну, можно сказать, такой колхоз в Советском Союзе единственный. Это подтверждает тем, что вот вы видите шесть одинаковых знамён. Эти знамён вручаются... В советское время было пятилетка и социалистическое соревнование. Вот мы шесть раз подряд были победителем социалистического соревнования. 30 лет мы первенствовали в Советском Союзе. А в каком году этот колхоз образовался? Колхоз образовался где-то в 29-30 году. Его организовали беглые корейцы с Приморья. Они мигрировали сюда. Это были раньше болота. И вот они осваивали эти болота и делали рисовые поля. И потихоньку начали здесь уживаться. А что значит беглые корейцы? Они с Приморья уехали, мигрировали сюда. Не добровольно же. Добровольно. В поисках лучшей жизни. Они все взяли себе русские жёны, а потом приехали сюда потихоньку. А почему именно сюда? Ну, по-видимому, здесь понравилось. Почему? Потому что узбекская земля очень благодатная, плодородная. Дает хороший урожай. Все здесь фрукты, которые выращиваются, очень вкусные, очень сахаристые. Сейчас сколько корейцев здесь? Сейчас уже много, мало очень осталось корейцев. Раньше здесь где-то, наверное, процентов 75-80 были корейцы. Но это именно у вас колхоз? Коренное население. Нет, коренное... Колхозник. Вот здесь в колхозе? Да. Корейцы здесь, которые узбекские, они как-то культуру сохраняют? Язык, какие-то традиции, кухню? Да, кухню сохраняют, все вот. А язык? Наш здесь местный узбекский, корейский язык немножко отличается от, скажем, исторической родины. Илья, наш колхоз – это орденоносный колхоз. Орден Трудового Красного знания. Ну, был бы орден Ленина, было бы, конечно, лучше. По колене в воде выращивали рис. Если я извиняюсь, если русским скажешь, ты по колене в воде стой, он грубо пошлет, скажет, ты сам все скажешь. Вот же русский характер бунтурский, что ли, бунтарит, в общем. Но здесь, если надо, то это делай. Вот Хрущев в Казахстане проводил семинар-совещание всех сельхозработников Средней Азии и Сибири. И вот он делал доклад и в своем докладе сказал, что у вас в соседнем республике растет шестиметровая кукуруза. Зала посла реплика. Мол, что ты, Никита Сергеевич, врешь, но так нельзя совсем заврать. Кто сказал? Ну, кто скажет, что я сказал? Все молчали. Он взял трубку, позвонил отцу, сказал, вези кукурузу. И вот эту кукурузу повезли тогда Ил-18 был. Через входную дверь нельзя было его затащить, потому что он очень длинный, более шести метров. Хвостовую часть открыли и засунули, отвезли. Вы знаете, как он радовался? Это только вот это фото. А есть где он как ребенок буквально радуется. Мы здесь пообщались с сыном основателя главного корейского колхоза. И видно, что у него до сих пор он себя ведет, как будто он находится на каком-то партийном собрании. То есть он говорит какими-то лозунгами, он говорит какую-то информацию, которую ему кажется нужно говорить. Хотя сейчас можно обсуждать историю, можно обсуждать советскую историю. Никто за это не накажет, не репрессирует. Но человек живет еще какими-то старыми установками. И я, например, даже не спрашивал относительно детского труда, но он почему-то сам начал рассказывать, что все это выдумги. Ну, сейчас не знаю, почему-то постоянно говорят, что эксплуатация детского труда, детского труда. Я в этом ничего зазорного не вижу. Я вот, будем говорить, с шестого класса ходил, делал прополку хлопок, кинав. А потом, после этой работы, нас отправляли в колхозный пионерский лагерь. Это бесплатно, полностью за счет колхоза. Вот очень странно, несмотря на то, что это корейские колхозы, что здесь трудились корейцы и даже многие узбеки, они говорят, что вот корейцы очень трудолюбивые, они большие молодцы. А вот этот вот сын здесь, основателя всего этого богатства, он упорно все говорит только про узбеков. Он прям вообще не говорит слова корейцы. Он говорит, что узбеки молодцы, что это узбекский народ трудолюбивый и что он часть узбекского народа. Он себя никак вообще как корейца не идентифицирует и не восхваляет и ничего про корейцев не говорит, хотя мы сюда приехали именно к корейцам. И понятно, что местные успехи, они не благодаря узбекам, что это именно корейское достижение. Но, опять же, читая между строк, видно, что в Советском Союзе им запрещали или не очень поощряли, когда они выделяли себя на фоне узбеков, когда они выделялись из коллектива. И нужно было быть со всеми, и он до сих пор со всеми. Он до сих пор говорит только про узбеков, не произносящие слова корейцы и корейцы. Это, опять же, сегодня, когда ты можешь говорить всё, что угодно, особенно про прошлое. Про прошлое уж точно можно говорить, и выглядит это очень странно. Вы говорите на корейском? Да? А корейский в школах учили? Мы на русском учились. А вы на русском учились? А корейский где учили? Ну вот он, старшее поколение, где учило корейский? Ну то есть в школах их учили корейскому языку, да? Ну русский там. Я понял. Просто бытовым методом. Ладно, хорошо. Насколько корейцы, которые здесь живут, они сохраняют свою культуру, язык, праздники, какие-то традиции? Или они ассимилировались с узбеками? Мы очень сильно ассимилировались вообще в странах СНГ, очень сильно. То есть мы практически не говорим на корейском языке. Наши родители говорили на корейском языке. Наши, вот мои родители, мои мамы, папа, родители. Ну то есть среднее поколение, они, конечно, говорили на корейском языке. А уже мы, мы уже не говорим на корейском. А вот наши дети начинают возвращаться к этой культуре. И уже очень многие пытаются говорить на корейском языке. А дети где учат язык? У нас в Узбекистане есть несколько очень сильных центров, которые спонсируются Южной Кореей. И обучение в этих центрах не очень дорогое. Ну где-то порядка, наверное, 50 долларов за три месяца. И язык дают на очень высоком уровне. Вы себя считаете больше кореянкой или всё-таки вот тут… Нет, я ощущаю себя кореянкой на сто процентов. То есть вы здесь в гостях, вам чужда вот кухня… Нет, мне не чужда кухня, но всё равно мой быт – это всё равно корейская еда, корейские традиции, муж кореец. Для меня это всё очень важно. При этом я себя чувствую в Узбекистане очень хорошо. То есть мне здесь очень комфортно. Правда, сейчас корейцы всё чаще уезжают из Узбекистана. Как этническим корейцам переехать в Корею, если какие-то программы помощи в переезде, в получении гражданства? Ну, начнём с того, что корейцам получить визу в Южную Корею, этническим корейцам, очень легко. То есть мы подаём документы о том, что мы реально являемся корейцами, и при наличии высшего образования мы получаем визу F4, а если у нас нет высшего образования, то получаем визу H2. И уже с этих виз перейти на визу F5, то есть постоянное место жительства в Южной Корее, очень легко. То есть нужно показать, что ты реально работаешь, что ты столько-то лет проработал на одном месте, или у тебя есть вклад в Корее на 37 миллионов вон, это около 35 тысяч долларов, либо месячный доход 3 миллиона 100 тысяч вон, около 3 тысяч долларов в месяц. И в этом случае ты имеешь право на переход с рабочей визы на визу ПМЖ. Ну, а уже с визы ПМЖ перейти на постоянное место, то есть на гражданство, это нужно сдать корейский язык, ну и историю Кореи. Ну, то есть какие-то минимальные уже требования. Да, то есть фактически, если у тебя есть 35 тысяч долларов, ты можешь открыть вклад и получить вид на жительство. По сути, ну, конечно, нужно выполнить еще несколько условий, там прожить несколько лет, там не иметь там судимости, ну и так далее, и так далее. То как бы вы имеете право на уже получение гражданства. То есть все требования, которые есть, они легко выполнимы. Но это именно для этнических корейцев? Только для этнических корейцев. То есть узбек так он не может? Нет, ни узбек, ни русский, ни казах так легко перейти с какой-то визы на визу ПМЖ не может. Корейцы, они вообще рано, когда к ним возвращаются, их вот… Ну, не соотечественники? Очень много программ, Южная Корея дает очень много программ для этнических корейцев в странах СНГ и вообще во всем мире. Они пытаются, они помогают нам изучать язык, они помогают нам изучать культуру. Очень много программ бесплатного обучения в Южной Корее. То есть Корея на самом деле помогает нам повсеместно. То есть если у человека есть хоть чуть-чуть мозги, то он вообще может легко воспользоваться любой программой, которую предоставляет Республика Корея, очень легко. То есть нам дают программы вплоть до того, что нам говорят, если вы хотите получить какую-либо специальность, то вы можете какую-то прикладную, стать парикмахером, то вы можете подать документы и поехать в Южную Корею на бесплатное обучение. Бесплатное обучение, проживание, питание – все. Все оплачивается. На баристу того же самого, на косметолога, на повара. То есть программа… То есть для молодежи это вообще очень легко уехать туда, если они язык немного знают? Да. Уезжают из Узбекистана не только корейцы, но и сами узбеки. После распада СССР многие жители страны начали уезжать за рубеж в поисках лучшей жизни. Самым очевидным выбором стала Россия, где экономическая ситуация в нулевые годы постепенно налаживалась. Российские строительные компании начали массово привозить мигрантов из Средней Азерии – гастарбайтеров. Больше всего их было как раз из Узбекистана. В 2019-м работающие в России узбеки перевели на родину 4 миллиарда долларов. Это почти 7% от ВВП страны. В последние перед пандемией годы в России находилось около 2 миллионов узбеков. Это по данным ФМС. Они официально называют цифры в 4-5 миллионов человек. Узбеки в России выполняют множество тяжелых низкооплачиваемых задач. Они занимаются уборкой улиц, заняты в сельском хозяйстве, работают курьерами в службах доставки еды таксистами, трудятся на стройках. Им часто приходится сталкиваться с нарушением трудового законодательства, жить буквально в подвалах и работать за копейки. Хотя пандемия неожиданно помогла тем мигрантам, кто смог остаться в России. Спрос на их услуги вырос и, соответственно, выросла зарплата. В начале этого года Федерация мигрантов России посчитала, что иностранные работники получают в среднем 43 тысячи рублей, а в Москве еще больше, до 60 тысяч. Какова роль России в экономике Узбекистана? Ну, Россия, во-первых, один из крупнейших торговых партнеров. Где-то с Китаем они назря в назрю идут и по экспорту. Ну, импорт больше немножко из Китая, экспорт наш больше в Россию, чем в Китай. Вторая роль заключается в том, что это как бы поглощает наших трудовых мигрантов. В основном идут прежде всего в Россию. Инвестиции идут из России и Узбекистана, особенно вот такие вот добывающие отрасли. А мигрантов много едет? Ну, разные есть оценки, но несколько миллионов. Это как-то сокращается число с годами? Нет, сократилось. Во-первых, это сокращается, когда рубль падает. Вот в 2014 году упал рубль. Это означает, что доходы мигрантов... Вот там зарплата условно 30 тысяч рублей осталась. Это значит, что в долларах это будет в два раза меньше. Если рубль упал в два раза меньше, значит стимулов работы с Россией меньше. А пандемия, естественно, вот все эти карантинные и прочие вещи, естественно, это очень сильно сократило количество мигрантов. Ну, я работаю сварщиком. По сравнению с Узбекистаном, зарплата тут больше сварщика. У нас, например, получают они 3 миллиона сумм. Ну, это примерно 300 долларов в месяц. А тут сварщики получают минимум 70 тысяч рублей. То есть разница колоссальная. Даже бывает 100 тысяч рублей в месяц. Узбекистане относится нормально. Негативно никто не относится. Все нормально. Все люди знают, что они едут в Россию, зарабатывают. А потом возвращаются домой. В последние практически 10 лет вообще просто шикарно. Закон поменялся вообще серьезно очень сильно. Нам упростили. И регистрацию сделать несложно. Если захотеть, да, вообще несложно. Можно сразу на год сделать и без проблем год ходить. То есть оплачиваешь патент на год и сразу идешь на год регистрацию делаешь. И год просто не переживаешь о своем учете. Все хотят домой на родину. Все. Ну, никто не хочет тут работать. Если так у многих спросить, они, естественно, хотят рядом с близкими быть всегда. Родители, жена, дети, чтобы семья рядом была. А не чтобы мы его так скитались. Я с удовольствием, например, переехал бы всей семьей сюда. Этническим многообразием Узбекистан обязан не только принудительному переселению. Страна также стала убежищем для многих людей во время Великой Отечественной войны. Во многом их переселение было связано с необходимостью вывести важную промышленность подальше от фронта. Практически с первых дней войны началась эвакуация заводов на восток СССР. Это была операция невиданных до того масштабов. За июль-ноябрь 41-го эвакуировались 2500 предприятий со всеми станками, конвейерами и рабочими. Одним из главных направлений эвакуации стал Узбекистан. Причина понятна, республика располагалась далеко от фронта. Но требовалось не просто перевести станки и сложить их на складе. Нужно было буквально в чистом поле построить новые здания заводов и начать выпуск военной техники. Танков, самолетов и так далее. Все это было сделано в кратчайшие сроки. Благодаря эвакуации гитлеровцам не досталось огромное количество заводов, которые они в ином случае заставили бы работать на себя. Кроме того, эвакуация дала мощный толчок развитию промышленности в среднеазиатских республиках. Например, в Узбекистане во время войны появился даже авиационный завод. Тяжелая промышленность не была для Узбекской ССР основой экономики. Однако здесь был крупный завод всесоюзного значения. Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чекалова «Топоич». Авиастроение в Узбекистане возникло в годы войны на базе завода, эвакуированного из подмосковных Химок. Здесь производили самолеты «Ил» и «Ан». Топоич участвовал в создании транспортных самолетов «Руслан» и «Мрия», а также в проектах советского космического корабля «Буран». За полвека здесь произвели 9000 самолетов. После распада Союза авиазавод оказался никому не нужен. Последний самолет в Ташкенте построили в 2012 году. В цехах Топоич стали производить запчасти для автомобилей, другую продукцию, не имеющую никакого отношения к авиации. Сейчас у правительства Узбекистана есть планы завод возродить. В прошлом году на его базе создали технопарк. Здесь сейчас действует 12 производств. Правда, к авиации они отношения уже не имеют. С Ташкентским авиационным заводом связано еще одно важное событие времен позднего Советского Союза. В марте 1982 года сюда приехал советский генсек Леонид Брежник. Леонид Ильич к этому времени пребывал уже далеко не в лучшей форме. Однако повод был серьезным. Узбекистану вручали орден Ленина за достижения в сельском хозяйстве. По протоколу это событие требовало личного присутствия главы Компартии. Учитывая состояние здоровья генсека, посещение авиационного завода из программы вычеркнули. Однако Брежнев заявил, что хочет все-таки сюда обязательно приехать и встретиться с рабочими. На встречу с генсеком захотели прийти буквально все сотрудники завода. В помещение цеха собрались до 15 тысяч человек. Многие из них разместились на деревянных лесах вдоль фюзеляжей строящихся самолетов. Когда Брежнев шел по цеху, леса рухнули под тяжестью собравшихся на них людей. Вот так описывает этот момент в своих мемуарах охранник генсека Владимир Медведев. Леонид Ильич почти уже вышел из-под самолета, когда раздался вдруг скрежет. Большая деревянная площадка во всю длину самолета и шириной метра 4 под неравномерной тяжестью перемещавшихся людей рухнула. Люди по наклонной покатились назад, леса придавили многих. Я оглянулся и не увидел ни Брежнева, ни руководителя азербайджанской компартии Рашидова. Вместе с сопровождавшими они были накрыты рухнувшей площадкой. Когда охранники разгребли завалы, они увидели такую картину. Брежнев лежал на спине, углом металлического конуса ему ободрало ухо, по лицу текла кровь. Позже выяснилось, что Брежнев сломал ключицу, однако он отказался досрочно завершить поездку. После возвращения в Москву генсек надолго лег в больницу. Врачи побоялись делать ему операцию, опасаясь, что сердце уже не выдержит наркоза. От инцидента на ташкентском заводе Брежнев уже не оправился. Его здоровье быстро угасло. В ноябре того же 1982 года Леонид Ильич умер. Происшествие в Узбекистане не только сократило жизнь Брежневу, оно еще и подстегнуло борьбу за власть в полютбюро ЦК КПСС. Подробности инцидента были засекречены, поэтому по стране ползли разные слухи. Поговаривали, что на генсека было совершено покушение и даже что он умер, но КГБ это скрывает. Борьбу за власть ввели две группировки. Одну возглавлял председатель КГБ Юрий Андропов, другую Константин Черненко. Победил Андропов, но править Советским Союзом ему довелось всего полтора года. После его смерти генсеком стал Черненко. Почти все время он проводил в больницах и спустя год после назначения тоже умер. А вскоре ушел в небытие и сам Советский Союз. Рухнул под тяжестью накопившихся проблем, как леса на авиационном заводе в Ташкенте. А теперь представьте, друзья, что Брежнев не приехал бы на этот завод, не пошел бы в цех, на него не рухнули бы леса, и, возможно, он смог прожить бы еще несколько лет. Не было бы ни Черненко, ни Андропова, возможно, не было бы и Горбачева, и, возможно, в 1991 году Советский Союз не развалился бы. Так что все началось именно здесь, на авиационном заводе в Ташкенте. Вместе с Советским Союзом во многих бывших республиках рухнул и статус русского языка. Где-то его просто лишили официального положения, а где-то едва ли не запретили на бытовом уровне. В Узбекистане же выбрали средний путь. В советские годы русский и узбекский языки имели в республике статус официальных. После распада СССР государственным стал только узбекский, а русский остался языком межнационального общения. Официально у нас как-то на государственном уровне или как используют государственный язык официально только узбекский у нас. Но делопроизводство все равно до сих пор использует русский язык. Делопроизводство. Даже некоторые государственные органы тоже до сих пор в своих внутреннем или внешнем деле на русском все равно пишут, используют. И до сих пор мы законы принимаем на двух языках – на узбекском и на русском. Фактически же русский язык широко используется и сейчас, в том числе и в официальных документах. Законодательство до сих пор не требовало от граждан Узбекистана обязательного знания узбекского. Такая норма появилась лишь в этом году и действует она только для новых граждан. Поэтому многие живущие здесь русский узбекский язык так и не выучили. Да и сейчас около 10% школьников Узбекистана учатся в школах на русском языке. Ну, я живу 30 лет, 31 год здесь. Я никогда… Ну, я живу в Ташкенте, да? То есть, надо понимать, я никогда не испытывал проблем с тем, что меня кто-то не понимает или мне сказали… Говорите только по-узбекски. Я бы не сказал, что есть какое-то определенное отношение к русскому языку. Он здесь есть, он здесь сидит. И, как бы, это очень сложно исправить, учитывая особенно то, что вы сказали о трудовых мигрантах. Естественно, они должны знать русский. А раньше просто, когда они ехали туда как нелегалы, тогда были проблемы. Сейчас, в принципе, когда их рекрутируют официально, русский – это такой маст для них. Вот. И плюс каримовская политическая элита, она была, в принципе, русскоязычной. У нас, допустим, постановления, указы писались на русском языке. Если вы зайдете в базу нашу законов и постановления, вы увидите, что там все на двух языках дублируются. Это такая тоже непонятная ситуация. То есть он не обладает официальным статусом, но на него переводят. В постсоветские годы начался перевод узбекского языка на латиницу. Этот процесс тоже идет очень медленно. Закон о переходе на латиницу был принят еще в 1993 году. Полностью завершить переход планировалось к 2000-му. Но на самом деле он не завершен и сейчас. В этом году кабинет министров выпустил еще одно постановление. Теперь окончательный переход намечен на 2023 год. По данным последней всесоюзной переписи населения 1989 года, в Узбекистане проживало около 1 600 000 русских. Сейчас их 700 000 человек. Первый большой поток эмиграции русских из республики произошел в конце 80-х. Тогда на территории всего СССР вспыхнули межнациональные конфликты, и Узбекистан не стал исключением. Вторая волна эмиграции пришлась на 90-е. Она была в основном связана с экономическими причинами. Русские покидали республику, поскольку уровень жизни здесь был ниже, чем в России. Сейчас русские проживают в основном в Ташкенте. Небольшие русские анклавы сохранились также в Фергане и Самарканде. Слушай, а с русскими были в 90-е какие-то проблемы? Не было. Потому что у меня знакомый в Самарканде, он говорит, что всё-таки было. Были на бытовом уровне. На бытовом уровне, да. Все рассказывают про одно и то же. Я помню, как меня не пустили в автобус. Мне тётя рассказывала, как её не пустили в автобус. Да, было. Но любой узбек может рассказать, как ему наваляли за то, что он чёрт в Москве. Ну, типа, это была такая херня, это был киноцид, гнали русских. Никто не гнал русских. Если тебе попадались несколько мудаков, а они попадались, и они до сих пор могут попадаться. Которые тебе говорили Russian Go Home, условно. Ну, так было, но не было на государственном уровне никогда поддержки. Вы вообще за национализм при Каримове очень жестоко карали. За какие-нибудь попытки по национальной призме. Не важно, русский, нерусский, казахский, ещё что-то. Попытки притеснять и что-то тыкать в национальность. С этим всё строго было. Не было какого-то страха, что надо ли уезжать, не надо, что будет дальше? Были такие настроения. Безусловно, было. Были такие настроения. Были на улице бытовые национальные вещи. Типа, вы русские, вы нет. Это зарождалось, как и везде. Но оно, знаешь, не загорелось. Оно вот как спичка, которая потухла. Безусловно, я на улице тоже встречался там. Ну, это подростковый возраст. Это всегда же какие-то конфликты с кем-то. И не важно, тебя не волнует в этот момент национальность. Ну, хоть и ты пользуешься этим признаком. Типа, ты можешь кому-то сказать, ты узбек, вали отсюда. А он тебе, ты русский, вали отсюда. Я тогда вообще не придавал этому значения. Это была проблема родителей, скорее всего. Потому что в целом, я же говорю, я видел, как в целом жилось нормально. На мой взгляд, ничем не отличалось. Да, безусловно, когда мы там выезжали куда-то в Москву. То есть это прямо было, как ты вдохнул после того, как минуту под водой сидел. Но, блин, до Москвы было далеко. Не знаю. Мне кажется, что прошло гораздо проще. Даже в той же Москве гораздо было все хуже. Более по-бандитски. Тут такого не было, потому что государство милицейское. Сейчас на ваш манер полицейское. То есть здесь не особо такого расцвета бандитизма не было. Ну, бытовуха такая уличная. Знаешь, там ребята подрались, тут подрались. В целом, на мой взгляд, вот эта история из-за того, что здесь большое влияние силовиков, она, наверное, позволила этому не произойти. Да, были ситуации, были моменты. Да где их не бывает? Ну, я как житель Ташкента, который все провел здесь, время это. Я даже могу рассказать такие вещи, которые вас очень сильно удивят. Я работал на одной стороне нашей площади независимости, а жил на другой стороне этой площади. Вот и сейчас там живу. Там жилой квартал начинается. Кашгар, конечно. И я с работы и на работу ходил через эту площадь. Сейчас через нее пройти нельзя, потому что ее охраняют. И там находится резиденция сейчас нашего второго президента, наш сенат и так далее. И туда близко никуда. Раньше я по ней ходил. И вот в эти 90-е годы пресловутые происходили в Ташкенте всевозможные такие народные волнения. То есть демонстрации, например. Со старого города приходила какая-то группа людей какими-то там плакатами. Против них стояла охрана со счетами, с этими делами, значит, как на Майдане. И вот они, значит, выясняют свои отношения на этой самой площади Мустакили. 5 часов, 6 часов вечера. Я иду с работы. Я не один. Нас человек 50. Причем там некоторые в метро внутрь проходят, а некоторые через площадь дальше. Вот эти, значит, противоборствующие колонны спокойно нас пропускают. Мы проходим через одни, через другие. А они продолжают свои разборки. Неоднократно я это видел. Сам лично проходил всегда. То есть это был не такой накал страстей, как кажется со стороны. Нет. Я казах. Здесь живу. Здесь родился. Депутат второго СОЗОФа уже. Являюсь депутатом. Никакой дискриминации? Ну, в каких-то местах, наверное, есть какие-то дискриминации. Но это не системно. Государство сам или какая-то отдельная система не хочет дискриминации. Но есть такие некоторые люди из своих, наверное, кругозора, из своих убеждений, наверное, делают какие-то дискриминационные действия. За годы независимости в Узбекистане случилась тотальная десоветизация. Ислам Каримов, придя к власти, решил, что никаких следов советского режима в стране остаться не должно. Улицы, названные именами коммунистических деятелей, были переименованы. Памятники Ленину и Марксу снесены. На их месте теперь чаще всего красуются памятники самому Каримову. Но досталось не только идеологам коммунизма. Во многих городах пропали памятники Пушкину и Гоголю. Также были демонтированы почти все советские монументы героям Великой Отечественной войны. Кстати, сам этот термин в Узбекистане при Каримове не использовался. Как и День Победы, вместо него страна отмечает День памяти и почестей. Ну, я думаю, что вы тоже заметили, что намечается определенное сближение с Россией. Оно наметилось сразу после прихода Мирзиёева. Мы получили сейчас статус наблюдателей в ЕАЭС. Тоже неоднозначно, что воспринимается, в принципе, в обществе. Я так понял, мы пока ограничились этим статусом и всячески пытаемся отделаться от принуждения к вступлению уже полноправному. Отношение к России в Узбекистане... Ну, здесь можно проводить целые исследования, чтобы понять. Но если просмотреть те же соцсети, то опять-таки у нас есть два полюса. Первый полюс – это ультра-националистический. Но они, по крайней мере, самые громкие и звучные, эти два полюса. Это ультра-националистический, который, говорит, поработили, завоевали, уничтожили. Не надо с ними никаких связей иметь. Второй – это полюс ультраватный, так скажем. Который смотрит первый, Россия-24 и так далее. Которые говорят, мы не поработили, а привезли сюда к цивилизацию. Да где бы вы были, если бы не мы и так далее. И вот эти две силы, как я уже сказал, постоянно друг с другом сталкиваются. Поэтому какого-то одного отношения к России в стране пока нет. Не нейтрального никакого, есть жесткое такое, если взять массово. Те, кто против. Есть те, кто очень за, которые за вступлением в ЕС, для которых как бы Россия – это гарант цивилизованности, цивилизации и так далее. Я бы не сказал, что это была какая-то истеричная декоммунизация. Она вот была систематической. То есть она вот началась в начале, и потихоньку там Куйбышевы, Муйбышевы, Сведловы, вот на кого что стояло, какие памятники, какие там вывески, потихоньку убирались. То есть их убрали и переименовали улицы, все, да ничего не осталось? Переименовали несколько раз. Переименовали сначала в каких-то героев, там нашли до революционного периода, до имперского, наших местных. Потом еще раз переименовали. Ну, я так скажу, какой-то целенаправленной, систематизированной, идеологической борьбы как таковой не было. Бардачное, местечковое все такое было. Там переименовали, тут переименовали, там Негожи, тут Негожи. Ну, и чуть-чуть бардачок. У нас по этому топономия потрясающая. У нас есть улицы, которые по три раза уже были переименованы. Как вы их запоминаете? Ну, а мы не запоминаем, вот, мы в бывшем парке Тельмана. Вот, есть куча таких мест. Бывшее то, бывшее сё, а как сейчас называется, да черт его знает. В 2016 году бессменный президент Узбекистана Ислам Каримов умер. Его место занял Шавкат Мерзиёев. Мерзиёев был человеком из команды Каримова. Много лет он работал премьер-министром страны при первом президенте, а до этого губернатором двух областей. Можно было ожидать, что преемник продолжит курс своего предшественника. Однако Мерзиёев начал постепенные, но очень существенные изменения в Узбекистане. Была начата либерализация экономики. Власти разрешили гражданам свободно покупать и продавать иностранную валюту. Началась децентрализация государственного управления. Наладились отношения с соседями, в первую очередь, с Таджикистаном. Прессе разрешили осторожно критиковать правительство. Это вообще не видно для Узбекистана оттепель. Улучшилась ситуация с использованием детского труда при сборе хлопка. Однако до полноценной демократизации еще далеко. Узбекистан по-прежнему остается достаточно закрытым авторитарным государством. Мне кажется, в постсоветском пространстве такие опасения по умолчанию всегда должны быть. Потому что система жестко централизирована. Как примут решение, какое наверху, так и будет. У него сейчас второй срок. Легитимный второй срок. В том, что он на него избирается в октябре, сомнений ни у кого нет. И все решится в 2026 году. Будет ли он менять конституцию? Будет ли менять? Решит ли он остаться? В каком виде он решит остаться? Или он провернет аналог того, что было в России с Медведевым? То есть просто система сама сделает рокировку. Может быть, даже он отойдет в сторону, будет новый, который будет его протеже. То есть здесь у нас вся гамма возможностей, мы не знаем. Единственное, что ясно, это то, что если мы снова начнем менять конституцию, скорее всего реформы, даже и трансформации, которые происходят, они остановятся. Ну, это потому что просто оно так всегда есть. Когда власть не меняется, все начинает останавливаться. На митинги народ выходит? Нет, на митинги народ не выходит. Почему? Ну, боятся, во-первых. Ну, и у нас не принято на митинги выходить, вот когда совсем какая-то проблема, такой культуры в целом нет. И, честно говоря, я лично тоже не хотел бы, чтобы выходили на митинги. У нас не умеют выходить на митинги, у нас драка начинается. Вот во время пандемии была раздача там денег, финпомощи, и кто-то кому-то не досталось или не довезли, чтобы такое произошло. И вот к районной мэрии пришли люди там огромной толпой, требовали. Им выдали все, собственно, чуть попозже привезли. Потом, бывало, в деревнях перекрывали дороги, центральную дорогу республиканскую, там баллоны жгли, чтобы обратить внимание на то, что у них нет газа, света, там отключили и уже три недели нет, или месяц как нет, или вообще не было. Сегодняшний Узбекистан, если смотреть на номинальный объем ВВП, это 81-я экономика мира. Но вот по ВВП на душу населения страна находится в нижней части второй сотни. На уровне таких государств, как Камбоджа и Зимбабве. Из бывших советских республик ниже Узбекистана в этом списке лишь Киргизия и Таджикистан. Также печально обстоят дела с доходами граждан. Средняя зарплата за первое полугодие этого года составила, по данным правительства, всего лишь 280 долларов или около 20 тысяч рублей. Но нельзя не отметить структурные изменения в узбекской экономике последних лет. Новый президент начал реформы в области налогов, оборота валюты и контроля за предпринимательской деятельностью. В результате в рейтинге Doing Business Узбекистан поднялся на 69-е место. Кроме того, он вошел в список 20 лучших стран-реформаторов. А в индексе экономической свободы за 2020 год страна поднялась со 140-го на 114-е место. Когда мы оказались в условиях ситуации независимости, то, в принципе, первые годы шли так же, как и наши соседи по бывшему Советскому Союзу. То есть проводили такие же реформы. В 1996 году у нас произошел такой вот, скажем так, резкий перелом. В 1996 году наша страна, наш президент покойный взял курс на, скажем так, ускорение экономического развития за счет значительных инвестиций в промышленность. То есть вот какая была логика? У нас промышленность плохо развита. Чтобы стать более развитой страной, надо развивать промышленность. Частный сектор сам это делать пока не способен. Этим будут заниматься чиновники. Эта модель называется импортозамещение. Она очень неэффективна. Почему? Потому что она означает, что вместо рынка начинают работать чиновники. Они все решают, они раздают льготы, они принимают решение, куда надо инвестировать, какие отрасли развивать. Не на основе рыночных сигналов, а по своему разумению. И это, во-первых, неэффективно, потому что частный сектор, как бы у него нет стимулов создавать реальные конкурентоспособные производства, потому что нет конкуренции. Конкуренция вся зажата вот этим протекционизмом, ограничением импорта, льготами. Во-вторых, у частного сектора появляется стимул не сколько создавать конкурентоспособное производство, сколько получать льготы. Вот эти инвестиции, они уходили в песок, и огромное количество предприятий, которое создавалось в конце 90-х годов, в начале нулевых годов, позже, они просто сейчас не существуют, потому что они все создавались под эти льготы. В 2017 году с новым президентом у нас начались экономические реформы, и многие вот эти элементы старой системы были разрушены, и был взят курс на открытость экономики и на либерализацию внутренних экономических процессов. Вот если говорить о том, что с 2017 года у нас произошло, у нас как бы главное звено старой системы было ограничение конвертации, то есть валюту мы вам не продадим, а если продадим, то по такому-то курсу и только избранным. Освободили валютный рынок, либерализовали, сейчас у нас свободный валютный рынок, нет проблем с покупкой иностранной валюты. Открыли границы. Большие изменения произошли в банковском секторе, потому что до 2017 года существовал миллион инструкций, по которому вычихнуть не могли, просто даже распоряжая своими собственными деньгами через банк, потому что вот инструкции или запрещали, или даже не разрешали. Налоговая реформа была в 2019 году проведена, потому что старая налоговая система, она просто не оставляла экономике никаких шансов для развития, она создавала, возвращаясь в системе стимулов, ложные стимулы. Нельзя было расти, как только вы начинаете расти, вас тут же увеличивает, налоговая нагрузка возрастает несколько раз. С точки зрения свободы слова Узбекистан находится в красной зоне, причём в самом её низу. В отчёте организации «Репортеры без границ», которая ведёт этот рейтинг, отмечается, восстановить свободу прессы без политического плюрализма и правосудия за преступления, совершённые диктатуры, будет трудно. Впереди ещё долгий путь. Впереди говорят, что Мерзиёев, он прямо свобода слова, можно что угодно говорить, критиковать. Это на самом деле так? Ну, практически. Просто... Какие запретные темы? На какие темы ты не будешь писать? Ну, запретных такого списка никто не отправлял, но я для себя, то есть моё самоцензурирование – это не лазить в личные дела вип-семей. То есть ты не будешь разбирать семью президента? Нет, конечно. Так вот. А зачем? Тогда всех придётся разбирать, все семьи. Ну, не то, что табу, я как бы... Ну, как-то не принято, некрасиво. Не, ну, слушай, и когда мы говорим... Не, ну, смотрите, есть... Вот у президента есть родственники, которые активные там... Ну, то есть там есть зять, который государственные посты занимает, есть там, допустим, дочь, которая занимается как раз свободой слова, правами женщин и так далее, Саида Мерзиева. Ну, как бы её действия, ну, критикуют по... То есть что-то там сказала не так, сделала не так и так далее. Люди критикуют, пишут, там, и журналисты пишут, и блогеры пишут. Тут вопрос, наверное, уровня, степени, потому что всё-таки, ну, типа, свободе слова, там, вот-вот исполнится 4 годика, вот, и всё равно с непривычки у нас даже какой-нибудь районный мэр там, типа, может сильно проблемы начать организовывать, просто, ну, разозлиться, обидеться по-человечески. Вот в морду же дают на улице просто люди. Вот так же он там может по-человечески отреагировать, какую-нибудь ерунду исполнить. Кроме семи высших чиновников, что ещё табу? Да какого-то конкретного табу нет. Все пишут про коррупцию, все говорят там про коррупцию, все говорят про некачественно сделанную там где-то работу, отмытые деньги родственников, там, непотизм и так далее. Ну, это все и так пишут. Табу никакого вот такого, что вот это табу, такого нет. Ну, самоцензурирование у людей есть, но это и нормально, потому что до этого цензурирование было не само, оно было жёстким, а сейчас, типа, ну, говори о чём хочешь, ну, думай, прежде чем говорить. Что происходило во времена Каримова, как это выглядело? Во времена Каримова никто ничего не писал. Вообще? Ну, практически, только оппозиция, у нас все, кто уехал за границу и что-то написал, их называли оппозицией, хотя, ну, типа, это не оппозиция, это просто люди, которые, ну, уехали, потому что здесь им что-то представляло опасность или бедность, или ещё что-то. Вот. Ну, интернет не был так развит. Сейчас, например, его практически невозможно остановить. Вот нас сейчас блокируют Twitter, TikTok. Блокируют? Да, но блокируют по какой причине? У нас закон приняли о хранении данных о пользователях, ну, как в России, в принципе, такой же закон, типа. И некоторые компании, большие гиганты, сказали, что да, мы окей с этим законом, да, мы завтра не поставим сервера у вас, но мы когда-нибудь их поставим. Их не трогают. Там, TikTok, Twitter, видимо, ничего не ответили. Их как бы блокируют, но Twitter такой же активный, ну, VPN есть, там, всё. За время своего правления президент Ислам Каримов сделал всё, чтобы изжить память о советском прошлом. Культ Ленина был заменён на культ средневекового правителя Тимура. В результате, если верить данным социологических опросов, ностальгии по временам СССР в Узбекистане практически нет. Несколько лет назад лишь 4% граждан страны ответили, что скучают по советским временам. Это самый низкий показатель среди всех бывших республик Союза. Однако надо понимать, что Узбекистан — страна закрытая. Не каждый человек там решится говорить правду незнакомым людям на улице или по телефону. На самом деле, ностальгия по СССР в Узбекистане есть, что был вынужден признать даже сам президент Каримов. В 2011 году, выступая на торжественном заседании в годовщину принятия Конституции страны, он призывал граждан не поддаваться пропаганде ностальгических чувств по СССР. То, что президенту приходится вслух говорить об этом, показывает важность проблемы лучших любых социологических опросов. 30 лет уже прогресс, конечно, есть у нас большой. Ну, как и в селе, и в городе. Раньше, например, предпринимательство, будем говорить так, было незаконное. Например, мой отец был кондитером, да? Кондитером был, он частный как предприниматель. Но это было как бы незаконно, нельзя заниматься предпринимательством, нельзя делать кондитерские изделия. Сейчас у нас, например, наоборот, все предпринимателям. Давай, хочешь кондитер, хочешь масло делай, хочешь сахар делай, хочешь музыкальный инструмент, мебель. Любое направление, которое ты можешь выполнить, ты можешь выполнять. В России в последнее время усиливаются такие ностальгические отношения по отношению к Советскому Союзу, в том числе и у молодёжи. У нас там выступают чуть ли не за восстановление. Даже по риторике Владимира Владимировича Путина можно посмотреть, что если раньше он говорил, что всё, мы идём вперёд, то теперь всё чаще идут такие отсылки, что там было хорошо, и он начинает заигрывать тоже с этими настроениями людей. Есть ли здесь какая-то ностальгия? Есть, есть. Но пока она очень такая, теплится только. Об этом можно судить, например, по появлению в нашей прессе и в нашей книжной продукции произведений, связанных вот с этим периодом. В последнее время вышло несколько биографий Шарашидова, правдивых, настоящих, написанных и его родственниками, и Фёдор Розаков о нём написал прекрасные книги, две, по-моему. Появились воспоминания деятелей, партийных деятелей, которые жили и работали в Москве. Это на русском и на узбекском, что очень важно, потому что нам интеллигенция читает пока что по-русски. Простой народ читает по-ужбекски, но тоже читает всё-таки кириллицу, латиницу не очень и так далее. Уже появление такого рода вещей уже говорит о том, что интерес к этому периоду возрастает. Облик каждой страны во многом определяет её столица, тем более это применимо к Узбекистану, где Ташкент — вообще единственный город в миллионе. Сюда съезжаются активные, образованные и амбициозные люди со всей страны. Но вид нынешнего Ташкента определён не ими, а страшной трагедией. 26 апреля 1966 года в полшестого утра в Ташкенте произошло землетрясение. Его очаг располагался неглубоко от земной поверхности, поэтому разрушения были огромными. Практически весь центр города был разрушен, половина жителей осталась без крыши над головой. При этом, к счастью, обошлось без больших жертв — погибло 8 человек, несколько сотен получили травмы. Восстановлением города занимались строители со всех советских республик. На окраинах узбекской столицы выросли целые жилые массивы. Заново были отстроены разрушенные постройки в центре города. Спустя 10 лет после землетрясения на месте его эпицентра поставили монумент «Мужество». Это чёрный куб, расколотый трещиной. На одной стороне высечена дата 26 апреля 1966 года, на другой — точное время — 5 часов 24 минуты утра. Центр Ташкента после землетрясения пришлось восстанавливать практически полностью. Это помогло городу стать центром экспериментальной по меркам 60-70-х годов архитектуры. Стиль этот получил неофициальное название — сейсмический модернизм. Проектированием этой новой архитектуры занимались в Москве. Своей задачей авторы видели создать парадную витрину СССР на Востоке. Так что денег они особо не жалели. Ну, вообще-то говоря, восстановление Ташкента — это целая эпопея. И она не была такой однозначной, как кажется, вот так вот на первый взгляд. Потому что первоначально... Ну, я все это видел своими глазами. То есть я все землетрясения прожил здесь, а первый толчок встретил на четвертом этаже. Так что я представляю, что такое ташкентское землетрясение. Так сказать, 6-7 месяцев на спине взбесившегося верблюда. Примерно так это выглядело. Потому что толчков-то было почти 700. И продолжались они полгода. И многие из них были весьма-весьма существенными. До 50 толчков было семибальных. И они без всякого порядка, так сказать, чередовались. И люди не знали, что сегодня мы вроде бы как здесь ничего, а завтра, может быть, все рухнет. Хотя все толчки были меньше, чем самые первые. А самый первый был настолько сильный, что все приборы, в сейсмической станции, она недалеко от эпицентра находилась. Вообще вышли из строя. И они ничего записать не могли. И определяли бальность вот этого первого толчка по характеру разрушений. Ташкент, он разделен вообще на две части, так сказать, исторические. Европейская или, как говорят, русский Ташкент, он был построен как столица туркестанского края в 1865 году. Начали строить на пустом месте, на эспланаде перед крепостной стеной средневекового старого Ташкента. А старый город на той стороне Анхора – это средневековый мусульманский город со всеми вытекающими отсюда градостроительными посредствами. И вот это сильное 1966 года, оно, конечно, сильно разрушило европейскую часть Ташкента, которая была, вообще говоря, архитектурной. То есть, в отличие от старого города, который строился без всякого плана, как все средневековые азиатские города, европейский Ташкент строился по определенному плану. И этот план выдерживался на протяжении, ну, почти столетия. И, естественно, что землетрясение нанесло огромное разрушение. И первоначально стоял вопрос о переносе столицы Узбекистана отсюда. То есть, это не просто так, чтобы восстанавливать город. Но обстоятельства сложились так, что у нас были хорошие руководители. Я имею в виду руководители Узбекистана. Тогда возглавлял Узбекистан Шараф Рашидович Рашидов. Притчи во языцах, его по-всякому называют и так далее. Но это был выдающийся государственный деятель, который видел все насквозь. И он именно настоял на том, чтобы Ташкент восстанавливать, а не переносить столицу в какой-то другой город Узбекистана. Ну, несмотря на большую базу строительную и так далее, в Ташкенте не хватило бы ни сил людских, ни стройматериалов. И поэтому организовали стройпоезда. Что это такое стройпоезда? Да со всех наших административных единиц бывшей большой страны, из всех республик, из многих крупных городов, Сюда были направлены, целенаправлены, так сказать, как на целину. Строители со своей техникой, многие со своими материалами. И они тоже жили в условиях землетрясения, можно себе представить. Потому что первые поезда появились здесь уже где-то в середине мая 1966 года. Им жить-то было негде. Потому что вообще ташкентцы жили в палатках вот на этих улицах. Здесь стояли палатки на улице. Палатки выделило государство. Их было, по-моему, около 16 тысяч. Военные палатки такие, многоместные. И люди, ну, кто закрыл квартиры, кто даже квартиры не закрывал, и в этих палатках разместились. И не только спали, учились, работали, но еще даже здесь и почтовые отделения были. Даже поликлиники в палатках были. И все это тряслось. Вот приезжают сюда строители, которые вообще с этим не знакомы. Кроме того, лето же наступало. Вот такое лето, как сейчас. Оно было жарким. И это тоже не для всех комфортно. Тем не менее, энтузиасты были. Они сюда ехали, так сказать, сражаться с землетрясением. И сразу же приступили к строительству. Причем строительство было самое разное. Сначала просто аварийное. Потому что надо было многих людей, которые полностью потеряли жилье, таких было много. Потому что одноэтажные дома, без плана построенные, они развалились. Это, как правило, были глинобитные, каркасные такие вот домики. И людей надо было срочно из этих палаток, когда зима наступит, куда-то поселить. Поэтому рядом с Ташкентом стали строить город Спутник. Он теперь входит в состав города, Сергилиевский район. Это на юге от Ташкента, вот в той стороне. И там буквально до того дошло, что финские щитовые дома собирали, деревянные. Для нашего климата не очень. Они удобные. Но, тем не менее, для того, чтобы быстро-быстро-быстро людей поселить. И, кроме того, стали разбирать завалы, а их было очень много. Ну, вот я приехал сюда наутро после землетрясения в центр города. И у меня друзья здесь жили. Мне было очень важно узнать, что там такое происходит и так далее. Прямо как после военной кубежки. Целые стены выпали, например, на тротуар. И мы видим внутреннее содержание дома, как в театре. Буквально такие были не один, не два, а десятки, сотни домов. Их надо было что-то с ними делать. Их разбирали, конечно. И на их месте стали строить новый Ташкент. И это привело к тому, что практически архитектурно Ташкент потерялся. Того Ташкента, который был до 1966 года, практически уже нет. Вот один из наиболее известных проектов. Так называемые московские дома на площади Хамида Алимджана. Изначально этот жилой комплекс назывался «Дружба». Это четыре 18-этажные башни, построенные в 1983 году специалистами из союзной столицы. Сверху на них даже сделали орнамент, похожий на зубцы стен московского Кремля. Дома сейсмоустойчивы и могут выдерживать землетрясения до 10 баллов. Это главное требование, которое предъявлялось к постройке. Сегодня они выглядят как обычные высотки, исходят спального района. Но тогда, в начале 80-х, эти дома считались элитными. Здесь жили многие дипломаты, ученые, писатели. А право здесь поселиться давали далеко не всем. Вот тоже интересный комплекс. Здесь такие четыре десятиэтажных здания, которые стоят перпендикулярно к главной улице. Их торцы украшены богатыми мозаиками. Но что интересно, они все между собой соединены переходами. То есть это такой, на самом деле, огромный жилой комплекс. И вот эти все лесенки, они до сих пор сохранились. И люди из этого дома могут ходить в тот. На каждом этаже есть свой переходик. Ну и заканчивается вот этот архитектурный ансамбль очень интересным домом. Похоже на какую-то такую кляксу. Этот шестнадцатиэтажный дом, он как раз завершал вот эти инновационные проекты архитектурные, которые здесь были выстроены. Такая вот доминанта. Их, кстати, в Ташкенте построили несколько. Строились они методом скользящей опалубки, которая позволяла, собственно, делать высотное по тем временам здание. Такой вот необычной формы и необычной планировки. Рынок Чорсу на одной из центральных площадей Ташкента известен еще со времен расцвета Великого Шелкового пути и монгольского нашествия. В советское время он назывался Октябрьский рынок. Но его нынешнее знание — это тоже последствия землетрясения 1966 года. Это переходный этап от советского модернизма с восточным колоритом к возвращению традиционных среднеазиатских архитектурных решений. Идею использовать купольную форму-крышу при строительстве здания в Ташкенте активно развивал архитектор Андрей Косинский. Это уже не футуризм, а наоборот наследование традиций рынка в Средней Азии. Такая форма не случайна, она позволяет естественным образом охлаждать помещение. Впрочем, влияние советского модернизма на здания рынка тоже заметно. В частности, в интерьере главного пространства под куполом. Сегодня на рынке Чорсу можно купить всё, что угодно. От специй и фруктов до узбекских ковров. Вот так вот. А по центру колонии вентиляции здесь птички в клетках. На втором этаже продают специи, орехи и всякие сладости. И здесь продавцы так более настроены на туристов. Выхватываются, а теперь многие говорят по-английски. Арбуз сколько стоит? Одна штука, 20. 15. 15. 15 тысяч. Красиво. О-о-о. Хлоп. О, великолеп. Главная проблема ташкентского рынка, что здесь нельзя просто так снять. Нам сразу дали плов. Хотя мы есть не хотели, мы бы только что поели. Но мы тут проходили мимо какого-то кафе, решили просто сделать пару кадров. Но как можно вот отказаться? Так что теперь у нас на столе две тарелки плова. Обратите внимание, лепёшки возят как детей на коляске детской. Сколько лепёшка стоит? Две тысячи. Две тысячи, это прямо вот свежие, да? Да, горячие. Ничего себе. Не-не, спасибо, Вадима, мы целый день едим. Это просто они очень красиво у вас выглядели. Откуда? Из Москвы. Да. В общем, лепёшками есть отношение как к маленьким детям. Приятного аппетита. Спасибо. А плов с утра едят, да? Да. Как правильно есть плов? В Самарканде нам сказали, что плов надо только с утра есть. У нас тоже есть с утра. Ну и вечером можно, да? Вечером ты желал плов. Утром бесплатно плов есть везде. У нас. Свадьба, бесплатно. То есть надо по свадьбам ходить. А свадьба в какой день? Нет. Махалей едет в любой день. Когда едет, когда замок пойдет, она не угорит. Угу. Все, что осталось от плова к обеду. А, 10, еще 11 нет, а уже плов закончился. А здесь вот потрясающие свадебные торты. Единственное, непонятно, где начинка. Тут только свадебное печенье. Нет, это просто бортики из тестов, но это такой торт без начинки. То есть это как печенье, может быть. Может потом они заполняют. Я понял секрет. Вот. Ты покупаешь эту основу, засыпаешь это все пловом. Сверху ставишь лебедей, розочки и у тебя красивый торт. То есть это прямо вот так вот, да? Да, да. Ломают. А, ломают все. А я думал, там плов можно насыпать внутрь. Нет. Это сладкий, у вас очень сладкий. Я немножко честно разочарован, потому что я рассчитывал, что это основа для подачи плова. Я думал, в такой красивой сахарной миске, блюде подают плов или еще что-то к столу с лебедями. Почему бы нет? Но говорят, это просто едят так, как печенье. И вот мы купили на тест маленькую такую вот есть, маленькая такая корзиночка. Собственно из того же теста, что и большая. Так, она отламывается. Это чистый сахар. Весь в России что ли? Да. Вот русский есть там вообще? Одни в Узбеке. В Москве? Да. Ну еще чуть-чуть осталось еще русский, но узбеков больше. Ну как город Ташкент. Ташкент? Хорошо. Вам нравится? Да. Все хорошо? Я здесь верю. Зарплаты, пенсии, работа. Пенсии не зашло еще. Три года. Работа есть? Да. Все хорошо. Специалист. Капочки. А, понятно. Люди жадные стали. Жадные стали? Да. А раньше были подобрее? Раньше, да, богатые. По-другому они были. Дворец Дружбы Народов построили в конце 70-х годов. Внешний вид продиктован влиянием археологических находок древних городич на территории Узбекистана. Все четыре стены имеют одинаковую отделку и оформление. Дворец Дружбы Народов – это главная концертная площадка страны. Но не только концерты здесь проходят. Например, в 1992 году в здании проходила первая встреча глав СНГ. На ней подписали протокол о создании организации договора коллективной безопасности ОДКБ. Дворец так важен для Узбекистана, что в 1994 году его даже изобразили на купюре в 100 сумм. На тот момент это была самая крупная купюра в стране. А вот кафе «Голубые купола» – один из символов советского Ташкента. Оно обязательно было во всех наборах открыток. Построено было в 1970 году, о чем свидетельствует даже надпись на мозаике этого фонтана. К сожалению, оно не пережило вот эту евроремонтизацию и не адаптировалось к рыночку. Точнее, адаптировалось, но утратило свою оригинальную архитектуру. Потому что раньше здесь были такие открытые террасы, оно было очень воздушным. И, собственно, эти купола – это был изначально навес. Но после реконструкции, видите, все застеклили. Кафе утратило свою былую архитектурную ценность, но еще хоть какие-то остатки есть. В принципе, вот такие объекты, их можно будет превращать и восстанавливать в оригинальном виде. Я надеюсь, рано или поздно в Ташкенте найдется человек, кто осознает ценность советской архитектуры, перестанет ее как-то стесняться, поймет, что это действительно важная часть истории города, и будет, во-первых, сохранять существующий объект, а во-вторых, восстанавливать то, что было испорчено. Кафе «Голубые купола» находится на бывшем бульваре имени Ленина. Бульвар интересен тем, что он тоже появился в 70-е годы и представлял собой такой пример, наверное, была вершина советской урбанистики тех лет. Здесь было такое очень классное общественное пространство. Концепция этого бульвара заключалась в том, что здесь были разные сады, был узбекский сад, французский сад, японский сад, и они были нанизаны на центральную ось, и люди здесь очень любили гулять. К сожалению, от былого разнообразия не осталось и следа. Например, я сейчас стою около бетонной арки, которая была входом в японский сад, но, как видно, никакого японского сада там не осталось, а теперь здесь просто детская площадка. Как, собственно, ничего не осталось и от других оригинальных садов и ландшафтных решений советских. Теперь это просто бульвар, а он у тебя даже без имени, потому что имя Ленина у него забрали, и в народе называют просто бульвар «Голубые купола» в честь оставшего ещё кое-как этого кафе. Под понятием сталинской архитектуры мы, на самом деле, подразумеваем множество стилей. Есть и какая более-менее строгая неоклассика, есть такой более легкий и интересный ампир, сталинский ампир, есть и арт-деко элементы, есть эклектика. Но поскольку сталинская архитектура и этот стиль был не локальным в одном месте, а строился он на огромной территории и использовали эти здания люди совершенно разных культур, с разной историей, он всегда трансформировался. И появляются иногда абсолютно, можно сказать, новые стили, новые элементы. Особенно хорошо это заметно в таких национальных республиках. Ну, как, например, Узбекистан. И здесь в архитектуре уже встречаются национальные какие-то элементы, отсылки к персидской архитектуре, другим восточным стилям. Смотрится довольно интересно. Самой так называемой сталинской архитектуры здесь в Ташкенте не очень много, потому что многие здания были разрушены во время землетрясения 66-го года, и потом уже город застраивался архитекторами другого стиля, тоже был такой советский модернизм 60-70-е годы. Но что-то осталось, например, вот эта улица Новомосковская, где практически вся застройка, это такие сталинки. Они довольно бедные, как и полагалось регионам, как и полагалось республикам. Это не Москва вам, но и здесь попадаются какие-то более-менее интересные доминанты, как, например, вот это здание, у которого там и ротонда наверху, правда, такая разваленная с таким ржавым шпилем, и такая вот большая арка. Многие здания, которые были построены в 60-70-е годы, которые считаются архитекторами, памятниками советского модернизма, ну, действительно, есть там неплохие здания, они сегодня реконструированы у многих там практически полностью уничтоженных первоначальный архитектурный облик. Как вы к этому относитесь, как житель Ташкента? Ну, я отношусь вообще к таким переделкам очень плохо, но, к сожалению, все у нас переделывается. И здесь надо начинать не с этого, а надо начинать с того, что символ Узбекистана, Регистан, например, в Самарканде, на 80% реставрация. То есть то, что мы видим, восторгается весь мир, на самом деле это работа реставраторов 20-го века, 1965-1965 года, начали только восстанавливать Регистан. То же самое касается и других эпох, и других совершенно архитектурных стилей. Потому что, ну, такова жизнь. Здания ветшают, и их надо что-то с ними делать. Но к этому ташкентцы, например, относятся всегда очень скептически и плохо. Считаю, что надо сохранить было бы. У нас и модерн шикарный был. Ни одного здания модерна нет. Конструктивизм шикарный был в Ташкенте. Ну, практически не осталось уже, ну, несколько зданий всего. Но теперь новое время, уже 21-й век, люди начинают задумываться над этим. После долгой прогулки по Ташкенту, конечно, хочется поесть. Тем более, что с едой в Узбекистане никаких проблем. Главное, с чем ассоциируется узбекская кухня, это, конечно, плов. Плов в Узбекистане будет преследовать нас буквально повсюду. Это блюдо даже внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все ингредиенты для узбекского плова готовятся вместе в одном казане. Это отличает его, скажем, от плова азербайджанского. Но пловом кухня Узбекистана совсем не ограничивается. Еще одно популярное блюдо — лагман, который готовят из баранины и лапши ручной работы. Еще есть узбекские манты, то есть мясо в тесте, некий аналог российских пельменей или грузинских хинкали. Манты готовят на пару. У узбеков дома часто можно встретить специальную мантышницу для их приготовления. Также можно встретить и тандыр — печь, в которой узбеки выпекают лепешки и самсунг. В целом с урбанистикой в Ташкенте все очень грустно. Город абсолютно автомобильный. Повсюду широченные проспекты. И без машины ты себя чувствуешь здесь, если честно, совершенно лишним. Эти проспекты при этом очень сложно переходить, потому что нет нормальных пешеходных переходов. Они либо подземно-надземные, либо нерегулируемые. Вот, например, здесь такая довольно оживленная магистраль. И нам предполагается перейти дорогу по нерегулируемому переходу через 8 полос, по-моему. Это вообще просто безумие. Такого не должно быть. Это суперопасно. Это показывает то, на каком месте находится здесь в пищевой цепочке пешеход. Это такие самые низшие слои. Ну, кроме того, опять же, очень хорошо видно по общественному транспорту. Общественный транспорт развит здесь крайне плохо. Да, есть метро, оставшееся здесь с советских времен. Ну, например, наземный общественный транспорт представлен маршрутками и автобусами. И для тех же автобусов почему-то на этих широченных магистралях не нашлось места. Вот. Но для галочки, поскольку как-то есть какие-то последние тренды и что-то такое модное, нужно сделать что-то и для людей. Поэтому в совершенно неожиданных местах здесь появляются такие вот оазисы. Например, здесь появилась велодорожка. Да, эта велодорожка сделана неправильно, она совершенно не функциональна, и никто по ней не ездит. Но, тем не менее, видимо, для галочки сделали, чтобы в случае визита в Ташкент иностранных гостей можно было им показать и сказать, смотрите, у нас в Ташкенте тоже есть велодорожки. Мы сейчас с вами находимся на бывшей улице Богдана Хмельницкого. Сейчас это улица Бабура. Это, можно сказать, ездная улица Ташкент. Если вы прилетаете в город на самолете, то по этой улице въедете в центр. Чем эта улица нам интересна? В советское время, поскольку самолетами пользовались в основном люди обеспеченные, а кто это? Это были чиновники, партийные работники, начальство из Москвы и иностранные гости. Поэтому улицы, по которым большое начальство въезжало в город, этим улицам уделялось повышенное внимание. Здесь такая необычная архитектура, смелая, экспериментальная, богатая. Чтобы начальник, приехавший в город, видел, как здесь все процветает. Ташкент не стал исключением. И в советское время улица Богдана Хмельницкого застраивалась очень интересной архитектурой. Это, опять же, 60-70-е годы. Такой крепкий, качественный советский модернизм. И проекты здесь совершенно нетиповые. Вот за моей спиной находится дом на 500 квартир. Он прямо такой супер необычный. Здесь декоративные решетки, которые закрывают квартиры и помещения от солнца. Здесь такая довольно интересная рельефная мозаика на торце. Ну и само расположение окон со смещением. Выглядит все это очень и очень круто. К сожалению, из-за того, что здесь выросли деревья, оценить архитектуру дома можно только на старых фотографиях. Итак, здание невероятно красиво. Но вот его не видно. Мы можем только фрагментами. В этом месте, где народ либо закладывает окна, либо, наоборот, прорубает их в стенах, меняют стеклопакеты. Кто-то что-то застеклил, кто-то все какие-то козырьки сделал, еще что-то. В общем, к сожалению, не следят здесь за шедеврами советской архитектуры. Относятся без должного уважения. За моей спиной находится гостиница «Узбекистан». Появилась она в 70-х годах, задумали ее строительство после землетрецения 1966 года. Она играла такую важную городостроительную роль, Она замыкала эспланаду от площади Ленина, которая шла. Это такое массивное здание-книжка. Это была главная гостиница Узбекистана советского времени, она входила в систему Интурист, и именно здесь останавливались все гости, которые в Узбекистан советские приезжали. Интересно, с точки зрения архитектуры, с одной стороны, мы видим такой брутализм, довольно было популярное направление в Узбекистане 60-70-х годов, когда всё внимание было приковано к архитектуре Оскара Немейра, Ле Корбюзье, и вот такие вот бруталистские мотивы здесь хорошо чувствуют. С другой стороны, вот мы сейчас видим этот западный фасад гостиницы, который украшен такой довольно сложной солнцезащитной решёткой, и здесь уже такие отсылки к национальной архитектуре. А этот дворец форумов построили в 2009 году, там находится огромный зал на 1800 мест. Тогда Ислам Каримов, тогдашний президент, сказал, что это просто образец творческого потенциала узбекского народа. Вот, я бы, конечно, такие громкие слова бы не говорил в отношении этого здания, потому что с точки зрения архитектуры оно выглядит немножко странно, но тоже мы видим не просто какое-то классическое масштабное здание, а мы видим всё равно такие заигрывания с какими-то национальными мотивами, вот эти вот капители, какие-то узоры, ещё что-то, две такие архитектурные доминанты 70-е годы и уже начало нулевых. Никита Хрущёв планировал сделать из Ташкента образцовый город для Средней Азии. Ташкент очень удобно располагался географически, здесь был большой аэропорт, планировал, что это станет главным хабом на пути из Европы в Азию, здесь будут останавливаться люди, должны были останавливаться иностранцы, и, собственно, многое, что сейчас есть в архитектуре и инфраструктуре, оно было рассчитано на большой приток, в том числе иностранных гостей, та же самая гостиница Интурист огромная, и когда нужно было открыть Советскую Россию миру, показать всю мощь социализма, конечно, нужно было людей где-то кормить, и в Ташкенте начали появляться рестораны для интуристов. Первые рестораны появились в гостинице Ташкент, появился хороший ресторан в аэропорту, потом возникла идея построить гигантский ресторан, чтобы уж прямо всех удивить. Собственно, идея построить главный ресторан Ташкента, она возникла в 60-е годы, после землетрясения, и этим рестораном должен был стать ресторан Заравшан, собственно, который находится за моей спиной. К сожалению, построили его не так быстро, открылся он только в 1974 году, и к тому моменту идея вот этих вот гигантских ресторанов уже немножечко устарела. То есть противовес условно европейской модели, где было много каких-то маленьких уютных ресторанчиков, мы в Советском Союзе делали гигантский-гигантский ресторан, где могу там тысячу-две тысячи человек одновременно есть. То есть такое место для банкетов, место для каких-то торжеств, место для приема туристических групп. Собственно, им стал ресторан Заравшан, был главный ресторан Ташкента. С точки зрения архитектуры, это было довольно крутое здание, прямо такой шедевр советского модернизма, оно, кстати, попало во многие каталоги. Но сейчас, если вы на него поспорите, вы скажете, Илья, ну что это за фигня, какое отношение это имеет к модернизму какой-то, вообще не пойми, что это такое. Да, к сожалению, здание погибло в 90-е нулевые годы, когда развалился Советский Союз. Сюда пришли десятки ориентаторов, вместо одного ресторана здесь стало их десятки ресторанчиков, все начали что-то делать, пристраивать, надстраивать. Закончилось все в нулевые, когда здание в очередной раз реконструировали уже в так называемом стиле Каримовского ампира. Вместо простых колонн появились такие вот облицованные гранитом колонны с позолоченными капителями, и была полностью утрачена архитектура здания, были полностью утрачены интерьеры, и сейчас только вот объемы напоминают нам, что когда-то здесь был главный ресторан Ташкента. К сожалению, его не уберегли, и местные активисты, градозащитники, они предлагают хотя бы поставить здесь стенды, чтобы было видно, как это здание выглядело раньше. Но мы можем посмотреть его на старых фотографиях. Главный музей советского Ташкента — музей Ленина. Он, собственно, стоял на улице Ленина, рядом с площадью Ленина, пересечении с Ленинградской улицы, еще не стоял памятник Ленина, и дворец пионеров имени Ленина, и все эти Ленина друг на друга смотрели, и, собственно, этот музей завершил ленинизацию центра Ташкента. Музей по тем временам, его построили в 1970 году, он был довольно инновационный, современный, там была уникальная система кондиционирования. Он, кстати, в советское время был бесплатным, и многие люди туда заходили просто погреться зимой, охладиться летом или воспользоваться прекрасным бесплатным туалетом. Само здание такое модернистское, очень, с точки зрения архитектуры, классное, такой тяжелый параллелепипед, который буквально парит в воздухе, потому что нет, мы не видим каких-то несущих колонн, а из-за основания видно только такое красивое стеклянное фойе. В 1992 году, после развала Советского Союза, Ленин оттуда буквально, в смысле, вынесли, там был памятник Ленина, его оттуда вынесли, фрески убрали, и это стал музей истории Узбекистана. Вот такая вот печальная у музея история. Еще, несмотря на то, что его строили в свое время из лучших материалов, говорят, к концу Советского Союза он начал потихонечку разваливаться, мрамор начал трескаться, и никто не мог понять, что же все-таки происходит. Видимо, музей Ленина чувствовал, что закат близок. Ну и рядом с музеем Ленина находится здание издательства, такая, наверное, самая знаковая советская высотка Ташкента, она есть на всех открытках. Сейчас здание относительно неплохо сохранилось, но, к сожалению, тоже до нее добрался евроремонт, и мраморный фасад заменили на дешевые композитные панели. Ну что мы все над землей, пойдемте под землю. В Ташкентское метро, про которое среди путешественников ходят легенды о необычной красоте и такой же необычной запретности. Метро в Ташкенте открыли в 1977 году. Туннели здесь расположены неглубоко под поверхностью земли, но у них есть одна важная характеристика — сейсмоустойчивость. Ташкентский метрополитен может выдержать землетрясение в 9 баллов. Всего в метро Ташкента четыре линии, две из них были открыты в советские годы, еще одну начали строить при СССР, но закончили в 2001 году. И, наконец, четвертая линия открыта совсем недавно, в августе 2020 года. Она называется линией 30-летия независимости Узбекистана. Эта линия полностью надземная. Обратите внимание, друзья, что этот поезд хорошо нам знакомый по Москве, называется он Москва. Да, это новенькие московские поезда, которые изначально были сделаны для поставок в московский метрополитен, но теперь они добрались и до других городов. Например, их закупил Ташкент, у них 20 вагонов, они появились здесь в 2019 году. Также они еще ездят в Казани и в Баку. Мы же находимся, это кольцевая линия, ее ввели в эксплуатацию только год назад. Это самая последняя, самая новая линия ташкентского метрополитена, она надземная. Так вот, все старые поезда, еще советские, модернизированные, они без кондиционеров, и они не были приспособлены для работы на надземных ветках метро. Поэтому пришлось покупать новые. Так что поезда Москва ходят теперь в Ташкенте. Ташкентское метро четвертой по протяженности на территории бывшего СССР. По общей длине путей оно уступает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Киеву. Многие станции в нем — настоящие произведения искусства. Однако на протяжении многих лет фотографировать и снимать их на камеру было нельзя. Это объясняли соображениями безопасности и борьбой с терроризмом. Ташкентское метро — гордость скорее советского времени. А вот современный Узбекистан гордится железными дорогами. Больше столетия железные дороги в Средней Азии развивались как единая система. Узбекистан они в основном пересекали поперек с запада на восток. После распада СССР оказалось, что практически все маршруты узбекских железных дорог пересекают территорию Туркмении и Таджикистана, отношения с которыми складывались так себе. В итоге Узбекистану пришлось активно строить новую железнодорожную сеть. В этом они обогнали почти все бывшие советские республики. Из четырех тысяч километров путей в независимом Узбекистане было построено более 700, то есть 17%. Причем строили эти пути в основном в пустынях и горах. А еще в Узбекистане есть скоростные поезда, которые курсируют между Ташкентом, Бухарой и Самаркандом. Они называются Афросиап, а купили их у Испании. Первый рейс Афросиап выполнил в 2011 году, то есть всего на два года позже, чем Сапсан в России. Сейчас по Узбекистану ходит пять таких составов. Афросиап развивает скорость до 230 км в час. И путь от Ташкента до Самарканда занимает всего два часа. Найти что-то интересное можно не только в самом Ташкенте, но и в Ташкентской области. В 45 километрах от Ташкента в 80-е годы построили большую солнечную печь. Или, говоря научным языком, гелиокомплекс. Выглядит все это как декорация для советского фантастического фильма. Но комплекс работает и сейчас. В мире всего два подобных объекта. В Узбекистане и еще один во Франции. Дело в том, что построить такую махину это безумно дорогая затея. Но зато эксплуатация получается почти бесплатной. Благодаря солнечной энергии в течение дня в печи может создаваться температура до 3000 градусов по Цельсию. Зачем это нужно? Ну, во-первых, этой штукой можно плавить металлы. Хотя, конечно, это далеко не главная задача солнечной печи. В основном она используется для научных исследований. Скажем, чтобы узнать, как будет вести себя обшивка космического корабля при очень высоких температурах. При этом в печи можно создавать нужные условия, например, имитирующие атмосферу Марса. Принцип работы очень прост. Система зеркал направляет солнечный свет на гигантский концентратор высотой в 12-этажный дом. Управление зеркалами полностью автоматизировано. Используются готовые программы на каждый день, учитывающие положение Солнца на небе. Вот эти гигантские зеркала, они стоят здесь, как в амфитеатре, словно зрители на концерте. И они собирают солнечные лучи и направляют его вот в эту огромную-огромную махину, которая уже собирает все эти лучи и концентрирует их в одном месте. Ну, в настоящий момент эта печь не работает. Я вообще не знаю, насколько она сейчас в рабочем состоянии, но тут всё действующее. Здесь есть охрана, тут какие-то сотрудники бегают, и ничего не развандалино. То есть, видите, все пластины на месте, никто ничего не развандалил. Всё в таком очень неплохом состоянии, видно, даже эти пластины кто-то моет. То есть, можно даже полюбоваться на себя. Хотя, мне кажется, у этого места потенциала гораздо больше, чем проводить научные исследования. Здесь можно провести, например, фестиваль плова и приготовить гигантский-гигантский плов на солнечной печи. Или ещё использовать всё это как гигантский полутандыр и испечь здесь какую-нибудь великолепную лепёшку. Ну, это так, развиваем туристический потенциал Узбекистана. Да, ну вот тут есть такой импровизированный музей, виден макет, как вся эта штука работает. То есть, вот эти все зеркала, они на этот концентратор концентрируют солнечный свет, который нагревает печь. А ещё у них есть как раз образцы материалов, которые они в этой суперпечи расплавили. Вот, значит, смотрите, что у нас тут есть. У нас есть огранённый шпинель, стекло с примесью оксида железа. Невероятно. Ферритивый материал, оксид алюминия, 2050 градусов. Вот, керамический остаток. И вот остатки, который хейтил местный ташкентский плов. Вот несколько камешков. Всё, что осталось от человека, кто посмел критиковать местный плов. Называется это биокеки. Ну, биокека остался от человека. Мы в Янгиабаде. В советские годы это был закрытый город. Попасть сюда можно было только по специальному пропуску, который выдавал КГБ. Долгое время Янгиабад не рисовали на картах. Управлялся этот город не из Ташкента, а напрямую из Москвы. Всё дело в том, что здесь добывали уран. Рудники начали разрабатывать вскоре после войны, а Янгиабад возник в начале 50-х. Уран был нужен Советскому Союзу для создания атомного оружия и ядерной гонки с Америкой. Поэтому город был овеян такой пеленой секретности. По легенде, Янгиабад строили пленные немцы, которые потом же и работали на рудниках. Но это неправда, хотя немцы в городе действительно жили. Однако это были не военнопленные, а советские немцы, которых переселили в Среднюю Азию с Волги. Кроме них большинство населения Янгиабада составляли русские и украинцы. Узбеки были здесь в меньшинстве, хотя город и находился на территории Узбекской ССР. Легенда про немцев, возможно, сложилась из-за застройки. Янгиабад внешне намного больше похож на немецкий город, чем на среднеазиатский. В советские годы в Янгиабаде жили до 20 тысяч человек. Здесь были два кинотеатра, общеобразовательная школа, музыкальная школа, два детских сада, ясли, дом культуры, даже площадь с музыкальным фонтаном для отдыха горожан и многое другое. В 80-х годах рудники истощились, добыча прекратилась и люди начали отсюда уезжать. А после распада Советского Союза Янгиабад пришел в полный упадок. Янгиабад — город небольшой, всего несколько улиц, и все они плотненько застроены такими сталинками. Два, три, четыре этажа, и вот из-за того, что здесь сохранилась такая единая застройка, что здесь ничего не разрушили, часто этот город используют для съемок кино, клипов, когда нужно показать советское время, войну или еще что-то. Потому что, например, в том же Ташкенте таких улиц уже практически не осталось. Там все либо уничтожено, либо перестроено. А здесь время застыло. А вы здесь были в советское время? Закрытый был город, да? Ну, одно время закрытый, потом открыли его. Здесь снабжение было московское. Да вы что? Это что значило? Это значило «адидасы» в 70-х, 80-х годах. Найдешь, а здесь можно было купить джинсы. Леви Штраус. Ничего себе! Ли можно было купить. Понятно. И зарплаты, наверное, были хорошие здесь? Сейчас пенсионер получает 2 миллиона. Ну, по сравнению с вами как, но здесь нормально, хватает. А в советское время зарплаты были выше, чем в Ташкенте? Тысяча рублей. А вы в советское время жили здесь? Да. А чем занимались, где работали? В шахте. В шахте? А, на урановой шахте? И как? Слушайте, интересно, какие зарплаты были в советское время здесь? У шахтеров? 600-800. Да вы что? И говорят, в магазинах было московское снабжение. Да, все там. Джинсы были? Не только джинсы, все там было, все. То есть вы на свою большую зарплату могли купить все, что вообще одевались? Да. Нормально жили, машину покупали, все, не знаю, что я сделал. А город закрыт был, да? То есть сюда так нельзя было? Да, город там через пропуски. Только по пропускам? Да. Вот вопрос дал тебе. Отвечай, говорят волосы, а что он сделал, говорят. Что волосы? Что? Это, это слой, это натуральный волосы. Натуральный, видишь? Натуральный, натуральный, натуральный. Вот интересует, парень. А вы говорите? Нет, не парень, это натуральный волосы. Видишь, раньше тут были красивые люстры, а теперь просто лампочка на проводе. Зато еще остались цитаты Ислама Каримова. Ну, такие уже краской заляпали, но не снимают. Да, есть какой-то местный прикол с продажей недвижимости. Почему-то все пишут, что квартира продается дорого. Нигде раньше я не видел подобных объявлений. Возможно, вызвано с тем, что люди думают, что здесь сбрасывают недвижимость за бесценок, поэтому все говорят, что они продают дорого. Вот такая вот здесь местная особенность. В городе Ангрен была найдена настоящая антикварная, можно сказать, детская площадка, горка, слоник. Где такую красоту еще увидишь? Вот, на самом деле мы сюда приехали не просто так. Мы сюда приехали посмотреть на памятник Юрию Гагарину, который здесь стоял. Но, к сожалению, памятник снесли. Он последние годы был в полуразрушенном состоянии. И вот, говорят, год назад при строительстве здесь каких-то домов памятник совсем снесли. Остался только вот этот потрясающий слоник и рядом стоит горка Каблучок. И здесь вы можете спросить, а что вообще связывает Узбекистан и Гагарина, причем здесь Гагарин, а связывает на самом деле многое. Во-первых, Гагарин, когда из Москвы сразу после своего полета, знаменитого полета в 61-м году в космос, и у него начались эти вот международные гастроли, так вот, когда он летел в Дели, он остановился на пересадку в аэропорту Ташкента. Самолет не мог сразу долететь до Дели, остался на заправочку. И Гагарин провел в Ташкенте ночь, пообщался. И после этого он сюда еще несколько раз приезжал, у него были друзья. В общем, Гагарин, говорят, любил Узбекистан. И, кстати, в честь Гагарина здесь даже назван город. Всего в мире есть два города, названных в честь Гагарина. Один в России и один в Узбекистане. Ну и вообще Узбекистан в космос внес свой вклад. Когда строили, например, Байконур, одна из причин, почему выбрали именно то место, это железнодорожная ветка Москва-Ташкент. И Ташкент, он активно участвовал в строительстве. Отсюда туда ездили военные, были поставки продовольств, строительных материалов. Так что Узбекистан помогал строить Байконур. Ну и кроме того, у Узбекистана даже был свой космонавт. Поехали! Узбекская ССР была одной из крупнейших республик в Советском Союзе. По площади она уступала только Туркменистану, Украине, Казахстану и России. В древности территория нынешнего Узбекистана была поделена между разными государствами. Одним из них был харизм. Про харизмийцев писал еще Геродот. Они ходили на Древнюю Грецию вместе с персами и воевали с Чингисханом. Сейчас бывший харизм стал Каракалпакстаном, но сохранил воинственность и в независимом Узбекистане остается отдельной республикой. Сейчас мы находимся в Нукусе. Нукус это столица Каракалпаки. Это очень интересный регион в составе Узбекистана. Здесь живут казахи, каракалпаксы и узбеки. Примерно поровну. Каракалпаксы это отдельный народ, они потомки кочевников, у них свой язык. Он, кстати, ближе к казахскому, чем к узбекскому. Здесь своя кухня, свои традиции. И что интересно, Каракалпакия в советское время была автономной республикой, которая входила то в состав Казахстанской ССР, то узбекской, то в состав России. После развала Советского Союза Каракалпакия объявила о своей независимости. Независимость, правда, длилась недолго, потому что уже в 1993 году Каракалпакия подписывает соглашение о вхождении в состав Узбекистана, но с несколькими условиями. Во-первых, только на 20 лет. Во-вторых, с правом отделения. Для этого нужно провести референдум. И вот, казалось бы, срок уже подходит. Но, конечно, ни о какой независимости сегодня здесь никто не говорит о том, что здесь можно провести референдум, и тем более как-то выйти из состава Узбекистана. Опять же, здесь никто не слышал. И понятно, что Каракалпакия в ближайшее время останется в составе Узбекистана. Самое главное, что есть в Нукусии, это музей Савицкого. Как он здесь появился? Игорь Савицкий оказался в Нукусии после войны. Он сам был художником, интересовался искусством. И в 1950 году он начал собирать свою коллекцию. Начал собирать местные ковры, наряды, потом картины художников. А потом начал собирать здесь, в Нукусии, коллекцию авангарда. Поскольку, как вы понимаете, после войны, это 50-60-е годы, авангардное искусство ценилось не очень. Государство его игнорировало, иногда презирало, иногда боролось. И вот здесь, на окраине Советского Союза, удалось собрать уникальную коллекцию. То есть фактически Игорь Савицкий спас огромный пласт нашей культуры, авангард, искусство авангарда. И собрал его здесь, в Нукусии. Сейчас коллекция этого музея насчитывает более 80-ти тысяч работ. И это вторая коллекция авангарда в мире по богатству после русского музея в Санкт-Петербурге. Вот, невероятно, невероятно, во-первых, по богатству коллекции этого музея и вообще то, где он находится. То есть такой музей должен, не знаю, находиться в центре, я не знаю, в Москве, в Петербурге, в Париже, в Лондоне, ну ладно, в Ташкенте. Вот, а когда ты оказываешься в Нукусии, город такой достаточно провинциальный, посреди пустыни, и вот здесь просто жемчужина этого города, это этот потрясающий музей. Игорь Витальевич Савицкий впервые оказался, он сам киевлянин, художник по профессии, а оказался впервые в Средней Азии во время Великой Отечественной войны в эвакуации. А в 50-м году он приехал сюда, именно в Каракалпакию, в качестве художника знаменитой экспедиции, хорезовской археолого-этнографической экспедиции. И в 56-м году он переехал из Москвы, переехал в Нукус, стал здесь работать в лаборатории Академии наук, и, собственно говоря, начал собирать здесь, в Нукусии, собирать коллекцию сначала декоративно-прикладного искусства Каракалпакия, затем здесь у него появился друг, который, собственно говоря, помогал ему очень активно, это ученый и организатор науки Марат Нармухамедов. И в конечном итоге у них возникла идея создания музея, и этот музей, на самом деле, это такая некая реализованная мечта. Вот если мы видим погибающий арал, то, с другой стороны, мы видим, что человеческая энергия может сделать такое, что часть, казалось бы, утраченного культурного наследия можно сохранить и собрать. Мы перейдем к нескольким нашим временным выставкам. Одна из них посвящена очень интересному художнику Средней Азии, человеку, о котором мы говорим о том, что он входит в, так сказать, в понятие «туркестанский авангард», хотя он и не родился в Средней Азии, но практически с раннего детства жил в Узбекистане. Это Георгий Карахан. Я очень кратко скажу об этой работе, которая посвящена прокладке водопровода. Это Николай Карахан, прокладка водопровода в Бухарее. До 1930 года в Бухарее воду брали из общих хаосов. Вот из таких вот общих хаосов. И вот если мы посмотрим на эту картину, то мы увидим, как три мужчины несут трубу. Они напоминают атлантов. И вот эти атланты, которые, собственно говоря, являются, так сказать, вот они создают новое... Если мы посмотрим на картине, у нас есть старый хаос, у нас есть пионерский отряд новый, и у нас здесь же изображены люди, которые реконструируют памятник архитектуры. И при этом при всём человек, стоящий к нам спиной, он пьёт воду. Художник сумел объединить во всей этой картине вот такой пафос труда. Слушайте, а расскажите, почему вообще это всё именно в Нукусе возникло? Почему Савицкий... Вы знаете, дело всё в том, что Игорь Витальевич Савицкий оказался в Нукусе совершенно случайно, именно благодаря археологии. Но мне кажется, что Игорь Витальевич был тем человеком, который... Он был действительно художником. Он очень хорошо понимал, собственно, художественную среду того времени. Мне кажется, что это явление, которое предполагало... Ни Москва, ни Ленинград в те годы не могли покупать такие картины. Они были идеологически не совсем верными. При том, что художники, которые представлены здесь, они были очень хорошо известны в художественной среде. Но при этом их картины никто не покупал. И их наследие, оно как бы растворялось среди родственников. Вообще, так сказать, как бы... И Игорь Витальевич был тем человеком, который понимал, что для того, чтобы наследие художника сохранилось, оно должно быть в музее. И вот, собственно говоря, ему удалось убедить и местное руководство Каракалпакии, а те, в свою очередь, убедили руководство союзное. И вот такой музей возник именно в такой, я бы сказал, на отшибе в таком глухом месте. Вот то, что... Это можно назвать спасением? Да, безусловно. Это безусловно спасение. Я даже больше того, я говорю еще, что это некая реализация мечты. Вот если у вас возникает мечта создать музей, и в этом мечту вы в конечном итоге реализуете, и реализация этой мечты и является спасением очень большого пласта культурного наследия в истории искусства XX века. Здесь мы с вами видим наследие художника, который в Узбекистане является художником номер один. Это Александр Николаевич Волков. Вот его автопортрет. Мы видим вот в этом небольшом компартименте, как он отдал дань сначала, видите, авангардным различным течением. Это и кубофутуризм, и экспрессионизм. А затем он перешел уже, так сказать, к более реалистической манере. Но, тем не менее, эта более реалистическая манера не спасла его от обвинений в формализме. И вот эта вот картина старая и новая, студентки. Я хочу, так сказать, как бы остановиться на ней. Вот видите, у нас молодые девушки, которые идут учиться. У них в руках цветы, а их перед ними пионерки. И сзади две женщины, которые представляют собой то старое, которое тянется за этим новым. Поэтому сам Александр Николаевич Волков был удивительным человеком. И его наследие у нас одна из лучших коллекций. Его вещи представлены и в Третьяковской галерее, и в Государственном русском музее, и в музее изобразительных искусств. О, вот детский труд на хлопковых полях. Вы понимаете, нет. На самом деле, никогда детский труд на хлопковых полях. Здесь как раз показана история о том, что дети принимают участие вместе с родителями. Посмотрите на их... Кстати, хочу обратить ваше внимание. Вот эти все полотна, они монументальны по своему характеру. И вспомним, вот глядя на эту картину, мы можем вспомнить о Сикейросе, о Ривере, о мексиканских художниках-монументалистах 30-х годов. Виктор Уфимцев, который приехал в начале 20-х годов в Среднюю Азию, а в 30-е годы уже просто перебрался сюда. И вот это вот его знаменитая работа к поезду, которая показывает очень интересный ракурс. Очень интересный ракурс, когда, если бы вы находитесь на третьей полке в поезде, и поезд остановился, вы видите сверху. Мы здесь сейчас видим работу, которая представляет один из символов нашего музея, Василий Лысенко, художник, которого он фактически нашел, Игорь Витальевич Савицкий. И вокруг этой картины существует большая дискуссия, что она изображает. Нам известно, что Игорь Витальевич внес ее в список под названием «Фашизм не пройдет», с тем, чтобы сделать такую картину, внести ее в нашу коллекцию. Здесь мы представляем самых, действительно, самых разных художников. И тоже одна из находок Игоря Витальевича – это Тарасов, профессиональный художник, закончивший в Хутемас. И, тем не менее, вот здесь вот эта очень интересная картина, изображающая художника, модель и люди, которые обсуждают эту картину. Я думаю, что люди, которые увидят ваш блог, увидят репортаж из нашего музея, они поймут, что Нукус имеет смысл приехать к нам, приехать в это дальнее место для того, чтобы посмотреть на то уникальное собрание искусства XX века, которое вы фактически больше нигде не увидите. Такие вот музеи не единственное, что связывают Узбекистан и Россию. Я уже рассказывал вам про рабочие и языковые связи двух стран. При этом отношение к России, как и к памяти об СССР, в Узбекистане остается двояким. На официальном уровне оно одно, а на личном другое. Многие люди нормально воспринимают Россию как дружеская сторона. Я тоже так думаю. Ну, и потом, у нас же здесь русских много, и у нас друзей тоже много. Мы же знаем русские вообще-то, какие народы они, о чем они думают, их характер у них. И по многим вопросам у меня тоже есть друзей, которые не обманываются. Это русские. Можно положиться на них. Узбекистан не стал свободной страной. Наоборот, здесь установилась жестокая среднеазиатская диктатура во главе с Каримовым. Под видом борьбы с радикальным исламистом он уничтожил всех, кто выступал против его режима. При этом страна жила бедно, а ее жители были вынуждены уезжать на заработки в Россию, фактически становясь рабами. После смерти Каримова к власти пришел Шавхат Мерзиёев. На выборах он набрал 90% голосов, что вполне нормально для подобных государств. Однако с первых дней пребывания в должности Мерзиёев дал понять, что собирается демонтировать диктатуру, открыть страну миру, вернуть свободу и права гражданам, бороться с коррупцией. Получится ли – скоро узнаем. Осенью в Узбекистане пройдут президентские выборы. Скорее всего, Мерзиёев их легко выиграет. Но сможет ли он отойти от традиций проведения выборов в авторитарных странах, не превратить их в фарс, допустить всех оппонентов? От этого во многом зависит то, каким будет Узбекистан в ближайшем будущем. А можно наверх забраться? Давай еще! Ну что, друзья, это был солнечный гостеприимный Узбекистан. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А мы с вами скоро увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok